— Я погибаю, сестра. — Пустяки. С такими произведениями не погибают, — отвечала Лора. — Ты права, черт побери. Такие книги заставляют жить. К тому же слепая фортуна может улыбнуться Бальзаку. Ведь улыбается же она даже глупцу. А ну, как один из моих друзей-миллионеров, у меня есть такие, или какой-нибудь банкир, не знающий, куда девать деньги, возьмет да и скажет, — мне ведом ваш огромный талант и ваши невзгоды. Вам нужна такая-то сумма, чтобы чувствовать себя независимым. Примите же ее без боязни. Впоследствии вы со мной рассчитаетесь. Ваше перо стоит моих миллионов. И тут же от грядущего он переходил к настоящему. Банкир уже спас его. Ведь это немало сказать себе «я спас самого Бальзака». И Бальзак независим. Вы еще увидите, любезные мои друзья и любезные мои недруги, как быстро он зашагает вперед. И грезы или романы развивались дальше. Вот Бальзак уже член Академии. Оттуда до палаты перо всего один шаг. Став пером, он сделается затем министром. Дела его в министерстве пойдут превосходно. И он снова мысленно возвращался к банкиру, который помог ему выйти из трудного положения. Он уготовит себе прекрасное будущее. О нем станут говорить. Этот человек понял Бальзака, поверил в его талант, судил ему деньги и помог достичь славы, которой этот писатель заслуживает. Честь ему и хвала. В начале 1836 года Бальзак сильно нуждался в таком человеке, который снабдил бы его деньгами. 11 декабря 1835 года весь тираж третьего десятка озарных рассказов, принадлежавший автору и хранившийся на улице Подефер, сгорел во время пожара. Тяжелая потеря для человека, который без того находится в отчаянном положении. Бальзак в конец рассорился с Белозом. Он возбудил процесс против этого издателя в связи с тем, что роман «Лилия долины» был без согласия автора перепечатан в Санкт-Петербурге. Писатель стал мишенью для вражебных статей и лживых заметок многочисленных журналистов, находившихся на жаловании у Белоза. Кроме того, ему не давала покоя вдова Бэше, и Бальзаку захотелось иметь трибуну, откуда он мог бы отвечать на все нападки. Как раз в это время продавалась газета «Кроник до Пари» — небольшой легитимистский листок, почти не имевший читателей. Газета эта принадлежала человеку сомнительной репутации — Уильяму Даккету. Печатали ее типографы Бетюн и Плон. 24 декабря 1835 года Бальзак вместе с Максом Бетюном и Уильямом Даккетом образовал акционерное общество по изданию «Кроник до Пари». Даккету принадлежала восьмая часть акций. Бетюну столько же, шесть восьмых оставила за собой Бальзак. Надо сказать, что газета была приобретена всего за 120 франков, ибо, не имея ни подписчиков, ни материальных ценностей, она, по существу, ничего не стоила. Но Бальзак принял на себя обязательство предоставить оборотный капитал в размере 45 тысяч франков для издания газеты. Нечего и говорить, что такой огромной суммой он не располагал. Судя по всему, эта затея была делом безнадежным. Но в уме Бальзака она тотчас же превратилась в блестящее начинание. Во-первых, он каждый месяц будет давать в газету свой рассказ, что привлечет подписчиков. В новом органе станет сотрудничать Виктор Гюго. Гюстав Планш, повздорившись с Белозом, будет вести отдел литературной критики. Жюлю Сандо поручили пригласить в газету Теофиле Готье, талант которого был замечен Бальзаком. Вскоре он превратит Теофиле в одного из коней своей конюшни. Сердце Готье сильно колотилось, когда его принял Бальзак, облаченный в свою сутану из белого кашемира с капюшоном. Прославленный романист дружеско заговорил с молодым писателем, а тот любовался его атлетической шеей, напоминавшей колонну, носом необычной формы, высоким и благородным лбом, а главное его глазами, глазами взгляды которых не выдержал бы даже орел, глазами способными видеть сквозь стены, читать в сердцах, глазами властелина, ясновидящего укротителя. Теофиле Готье обещал дать статьи. Газетный король Белос был в бешенстве. «Планш, — говорил он, — обнимается с Бальзаком, которого, как вам известно, терпеть не может, и целует взад Гюго, которого прежде поносил. Превосходный альянс! Неужели вам не смешно?» Однако Бальзак относился вполне серьезно к Роник де Пари. Опираясь на этот влиятельный орган, которым он будет полновластно распоряжаться, он сможет, наконец, сделать карьеру политического деятеля, о которой давно мечтал. «Но главное — золото потечет рекой. Он будет иметь, по крайней мере, двадцать тысяч франков в год, ибо Бальзак-директор издания станет по-королевски расплачиваться с Бальзаком-редактором, а Бальзак-администратор станет получать, кроме того, приличное жалование. Таким образом, все проблемы будут разрешены. Оставалось только одно препятствие — нужны были наличные деньги, чтобы сняться с якоря. Но за этим дело не станет. Добрый ангел семьи, госпожа Делануа, судила пятнадцать тысяч франков. «Дело пойдет на лад», — писал Бальзак Лори. «Передай славному Сервилю, что первый шаг к власти уже сделан». Как все чудесно устраивается. Славный Сервиль разработал проект нового канала. Это предприятие должно было принести ему двести тысяч франков. Сделавшись влиятельным политическим деятелем, Бальзак добьется утверждения проекта и разделит доходы со своим зятем. Они все разбогатеют. Они уже были богачами воображений. Первый номер «Кроник де Пари» появился 1 января 1836 года. Виктор Гюго, Гюстав Планш, Альфонс Карр, Теофель Готье, Шарль де Бернар вошли в состав новой блестящей редакции. О Нремонье, Гранвиль, Домье обещали карикатуры. Будущий министр Бальзак оставил за собой хронику международной политики. Он пригласил к себе в качестве секретарей для подготовки материалов двух молодых аристократов, нуждавшихся в деньгах не меньше, чем он сам. Это были маркиз де Белуа, Бальзак называл его кардиналом, и граф Фердинанд де Грамон. На деле же Бальзаку одному приходилось заниматься газетой, и он справлялся с этим легко. Каждую субботу он приглашал своих сотрудников к себе на изысканный обед. Зажаренный окорок, зуек в сухарях, фрикандой с телятины, осетровое филе, спаржа, ананасы. Эти пиры происходили в доме, за который уже давно не платили. Гостеприимный хозяин, напоминавший от тамана вольницы, тщетно требовал статей. Они никогда не бывали готовы в срок. Собравшиеся пели, смеялись, Альфонс Карр венчал голову Онере бумажными розами. А когда приглашенные и метрдотель удалялись, Бальзаку приходилось выполнять работу всей редакции газеты, иначе говоря, чуть ли не одному готовить весь номер. Что за важность? Зато славно посмеялись. Бальзак любил веселье и понимал толк в шутках. С особым удовольствием он сочинял приблизительные поговорки. Наиболее удачные он аккуратно записывал. «Случай хвата вплодит. Пей да мимо рта не лей. Скажи мне, кто твой друг, я скажу, кто твой враг». Если кто-либо из друзей придумывал забавный вариант, раскатистый смех сотрясал внушительное брюшко Бальзака. Игру слов любит пустослов. Возможно, но человек, который вынашивает в мозгу целый мир, вправе хоть на один вечер сбросить с плеч свое бремя. К тому же о шутливой поговорке он, подобно всему прочему, бросал в тигель человеческой комедии. И позднее мы услышим их из уст ученика-живописца «Местигри. Первые шаги в жизни». В январе-феврале 1836 года Бальзак работает лихорадочно, но все, что создано, им превосходно. В эти месяцы он публикует в «Кроник де Пари» несколько новелл. Одни написаны специально для газеты, другие лежали в ящиках его письменного стола. Это «Обедня безбожника». Он мастерски изобразил в ней под именем Деплена, знаменитого хирурга Депуинтрена. «Дело об опеке Фачино Канне. Рассказ старого врача из неведомых мучеников. Никогда еще уносящий меня поток не был столь стремительным. Никогда еще столь чудовищно-величественное произведение не овладевало человеческим мозгом. Я сажусь за работу, как игрок за игорный стол». И самое удивительное было то, что, как не быстро работал Бальзак, подстегиваемый необходимостью, качество его произведения неизменно оставалось высоким. Даже политические статьи были написаны с блеском. Он высмеивал близких к правительству журналистов, которые разглагольствовали об идеях Тьера и Гизо. И у господина Гизо, и у господина Тьера есть только одна идея — управлять нами. Господином Тьером всегда владела только одна мысль — он постоянно думал лишь о господине Тьере. Господин Гизо подобен флюгеру, который венчал одно за другим три здания. Господин Тьер подобен флюгеру, который, несмотря на свою ненадежность, остается на одном и том же сооружении. Блестящая, задиристая газета «Кроник де Пари» казалось, могла рассчитывать на успех. Поначалу число подписчиков росло с чудесной быстротой, утверждал Бальзак, всегда тяготевший к превосходной степени. Но слово «чудесный» на поверку оказывалось только поэтическим вымыслом. В январе прибавилось 160 подписчиков, в феврале — 40, в марте — только 19. А в июле всего лишь 7. Но Бальзак все еще не пробуждался от грез. 26 марта он послал госпожа Ганской следующую реляцию о победе. Во мне всегда жило нечто, заставлявшее меня поступать не так, как другие. Вот почему моя верность, быть может, диктуется гордыней. С самого начала я мог рассчитывать только на свое «я», и потому был вынужден растить, укреплять это «я». Такова вся моя жизнь, жизнь, лишенной заурядных удовольствий. Ни один из окружающих меня людей не захотел бы так жить даже ради славы Наполеона и Байрона, вместе взятых. «Я игрок, бедняк в глазах окружающих, но раз в году я ставлю на карту все свое состояние и одним ударом возвращаю себе то, что другие пускают по ветру. Разве я вам не говорил в Женеве, что не пройдет и трех лет, как я начну возводить здание своего политического могущества? Не повторил ли я вам этого в Вене? Так вот, кроник — это то же самое, чем был в свое время глобус, та же идея, но только моя газета занимает место на правом фланге, а не на левом. В ней воплощена новая доктрина роялистской партии. Мы представляем собой оппозицию и проповедуем неограниченную власть, а это значит, что когда дойдет до дела, то мы не вступим в противоречие с нынешними своими заявлениями. Я главный редактор этой газеты, которая выходит два раза в неделю форматом в одну четвертую долю листа. Я вложил в это предприятие 32 тысячи франков, и если число подписчиков превысит две тысячи, вложенный мною капитал будет приносить 20 тысяч франков годового дохода, не считая гонорара за статьи, которая оплачивается очень хорошо, и жалования редактора. У нас хватит средств на два года. Не правда ли? Какое грандиозное начинание. Я стою во главе газеты три месяца, и с каждым днем ее влияние и авторитет возрастают. Несмотря на свое весьма прочное финансовое положение, он не сомневался, что без труда продаст за 16 тысяч франков 16 из принадлежавших ему акций газеты «Кроник», сохранив при этом в своих руках контрольный пакет. Кроме того, он рассчитывал получить 3 тысячи франков за новое издание озорных рассказов, и еще 24 тысячи франков в тот день, когда он, наконец, освободится от кабальных обязательств перед госпожой Бэше, вручив ей последний том этюдов о нравах. Таким образом, ему предстояло получить 43 тысячи франков в банке химер. Бальзак признавал, что, хотя теоретически он был настоящим богачом, практически ему никак не удавалось сводить концы с концами, и он не мог выкупить из ломбарда столовое серебро. «Я должен заплатить 3 тысячи франков, а у меня их нет. 31-го мне нужно иметь 8400 франков. До сих пор, чтобы с честью выходить из положения и расплачиваться со всеми, я пускал в ход последние свои ресурсы, но теперь они исчерпаны. Я как Наполеон во время битвы Примаренга. Надо, чтобы подоспел Дезе, чтобы Келлерман бросился в атаку, и все разрешится. Люди, которые собираются приобрести 16 акций Кроник за 16 тысяч франков, должны у меня обедать. Вы сами знаете, что дают в долг и доверяют только богатым. В моем доме все дышит роскошью, довольством, благополучием преуспевающего художника. Если на столе будет серебряная посуда, взятая на прокат, все пойдет прахом. Ведь посредником выступает живописец, человек лукавый и проницательный, с острым взглядом, как у Анри Монье. Он сразу обнаружит все изъяны, все уязвимые места, почует, что тут пахнет ломбардом, который ему известен лучше, чем всякому другому. И тогда прощай, выгодная сделка. В Париже я ни у кого не могу попросить денег взаймы, ибо меня считают богачом. Это подорвет мой престиж и все погибнет. Мне все так легко удалось с Кроник до Пари, потому что я пользуюсь широким кредитом. Я мог держаться независим и чувствовать себя хозяином положения. А теперь пришпорьте свое воображение и представьте, что ко всему еще я нахожусь в непрестанном горении, что душу мою сжигает пламень. И скажите сами, разве это не драма? А мне надо быть великим финансистом, человеком хладнокровным, мудрым, осмотрительным. Надо! Больше я ничего не прибавлю. Но вчера один из моих друзей с полным основанием заметил, когда будут воздвигать вам памятник, надо статую отлить из бронзы. Это лучше всего покажет, какой вы человек. И в самом деле только человек, отлитый из бронзы, мог выдержать такую напряженную работу и такие волнения. К несчастью, новеллы и статьи для Кроник до Пари поглощали все время Бальзак. И он не успевал ничего делать ни для Верде, ни для госпожи Бэше. Она была вне себя. Ведь наша вдова собиралась вторично выйти замуж, покинуть книгоиздательское дело ради семейного счастья и стать госпожой Жеки Я. Вот почему она хотела поскорее покончить все дела с Бальзаком. В свое время она проявила неосторожность и уплатила ему деньги вперед. Но кто, будучи главным редактором газеты, которая оценивается в 90 тысяч франков, станет трудиться над Романом, чтобы получить жалкие 500 франков? Увы, даже его компаньоны по Кроник пали духом. Дакет в мае продал свои акции, на них не нашлось других покупателей, кроме Бальзака и Верде, причем уплатили они главным образом векселями. Судебная тяжба из-за Лилии Долины требовала расходов на судебные издержки. Где взять деньги? Надо надеяться, что банкиры, ослепленные роскошным обедом, принесут 16 тысяч франков в обмен на 16 акций. Обед и впрямь был царским. Но банк почему-то заупрямился. Бальзак госпожа Ганской. 20 марта 1836 года Никогда еще я не чувствовал себя столь одиноким, никогда еще я так ясно не сознавал, что труда моим не будет конца. Здоровье мое сильно пошатнулось. Я уже не надеюсь вновь обрести тот моложавый вид, которым я имел слабость гордиться. Словом, теперь все ясно. Раз уж человек в моем возрасте не успел вкусить полное счастье без всяких оговорок, то если даже когда-нибудь в будущем ему представится возможность омочить губы в чаше блаженства, натура этому воспротивится. Седые волосы вряд ли приблизят час радости. Как видно, жизнь сыграла со мной весьма горькую шутку. Мои чистолюбивые замыслы рушатся один за другим. Политическая власть? Какая малость! Природа создала меня для любви и нежности, а по воле судьбы мне приходится только описывать свои желания вместо того, чтобы их удовлетворять. Да, все надежды Бальзака рассеивались одна за другой. Разве мог он по-прежнему мечтать о близком триумфе, когда все вокруг него разбегались точно крысы с тонущего корабля? После Даккета из газеты ушли оба молодых секретаря. Бальзак теперь совсем один. Он не знает, за что раньше приняться. Все блестящие планы рухнули. Газета «Кроник де Пари», новое издание озорных рассказов, обволный канал на Луаре. Химеры, эти капризные и свирепые чудовища, расправляли свои крылья. Один только славный доктор Накар сохранял мужество и сужал Бальзаку небольшие суммы, которые позволяли писателю хотя бы не голодать. Врача отревожило самочувствие его друга и пациента. Постоянные заботы и недосыпания подтачивали здоровье милого Оноре, терзали его разум, портили характер. В отчаянии я не впал, насильно удручен, и это сводит меня с ума. Супруги Шенбург, австрийские друзья госпожи Гамской, на редкость некстати поселили в доме Бальзака на улице Батай одного из своих сыновей. Чтобы избавиться от их общества, писатель вновь переехал на улицу Кассини, в квартиру, которую освободил Сандо. Там 23 апреля он был задержан. Бальзаку уже давно угрожало тюремное заключение, которому его решили подвергнуть бокалейщики из национальной гвардии, и этот подлый дантист, который соединяет свое свирепое ремесло с ужасными обязанностями старшего сержанта, за то, что писатель отказывался выполнять свой долг солдата-гражданина. Бальзак был доставлен на набережную Бернарден, в особняк Базанкур, превращенный в арестный дом Парижской национальной гвардии. Сначала он был вне себя от гнева, и не без оснований. Как с ним, Бальзаком, которого отличал сам австрийский канцлер фон Меттерник, с писателем, которого читает во всем мире, во Франции обращаются как с преступником, и все это по милости генерального штаба лавочников. Тюрьма показалась ему ужасной, скученность, грязь. Но потом он довольно быстро оценил живописность своего положения. Он добился свечей, отдельной камеры, откуда был виден клочок голубого неба, стола, стула, кресла, и принялся в заправку корректур лилии долины. Достаточно ему было погрузиться в свои мысли, отгородиться от окружающей действительности, приняться за работу, и он уже больше не страдал. Верде, вызванный писателем в арестный дом, принес немного денег. Бальзак оставил его обедать вместе с редактором газеты «Котидьен». Трапеза прошла очень весело. На следующий день Верде по просьбе Бальзака привел с собой Сандо, Реньо, Гюставо Планше, Альфонсо Кара. Теперь в камере Бальзака было полным-полно снеги. Поклонницы присылали розы. «Неведомый друг передал через привратника белокурую прядь волос, продетую в золотое кольцо. Бальзак писал таинственной Луизе, «Ваши цветы благоухают у меня в темнице. Не могу даже выразить, какую радость они мне доставляют». Впоследствии золотых дел мастер Лекуэнд изготовил из драгоценностей, полученных необычайным узником, седьмой трость Бальзака. Обеды писателю приносили от ШВ и Вэфура. Платил за них Верде. Бальзак пробыл в заключении три дня и потратил за это время 575 франков. Тяжба с Белозом из-за Лилеи долины все еще не была окончена. Надо ждать решения еще неделю, если только разбор дела опять не будет отложен. С новым изданием озорных рассказов так же пока ничего не выходит. Акции Кроник де Пари продаются туго, таким образом трудности мои возрастают. Два месяца я занимаюсь делами и почти ничего не пишу. Целых два месяца потеряны, иначе говоря, курица, несущая золотые яйца, вышла из строя. Я не только совершенно обескуражен, я истощил свое воображение, и оно требует отдыха. Это было самым серьезным. Великолепный мозг Бальзака, единственный капитал, которым он владел, отказывался ему служить. Самое большое, на что был в ту пору способен писатель, это читать корректуры Лилеи долины. Бетюн, ведавший делами Кроник, бил тревогу. Новых подписчиков не прибавлялось, а прежние не возобновляли свою подписку. Газета Кроник до Пари — дело обреченное, безнадежное. Бальзак госпожа Ганской, 16 мая 1836 года. За последние три дня во мне произошла очень большая перемена. Честолюбивые устремления исчезли. Я больше не хочу добиваться влияния с помощью палаты депутатов или журналистики. Отныне все мои усилия будут направлены на то, чтобы избавиться от Кроник до Пари. К такому решению я пришел, побывал на двух заседаниях палаты депутатов. Глупость ораторов, бессмысленность дебатов, почти полная невозможность одержать триумф среди столь жалкого сборища посредственностей вынуждает меня отказаться от мысли иметь дело с этой говорильней, иначе как в качестве министра. И так, через два года я попробую пушечными выстрелами открыть себе двери в академию, ибо академики могут стать пэрами. Я постараюсь скопить достаточно большое состояние, чтобы попасть в верхнюю палату и прийти к власти, опираясь на власти. Все это было превосходно для Бальзака, оседлавшего новую химеру, но отнюдь не для акционеров и кредиторов кроник до пари. Сотрудники газеты донимали его просьбами о деньгах. Да, Кэт угрожал сделать его банкротом. И Бальзак вздыхал, жизнь слишком тягостна, она не приносит мне никакой радости. Редкое признание в устах человека, настроение у которого так быстро поднималось. Правда, в эти дни судьба позволила ему взять реванш. Процесс, связанный с романом «Лилии долины», кончился неудачно для Белоза. Вынесенное решение осуждало журнал «Ревью де Пари», который незаконно воспользовался корректурами, неснабженными авторской пометкой к печати. Бальзак был очищен от преследовавшей его клеветы, он получил множество поздравительных писем. Шум, связанный с процессом, послужил превосходной рекламой для книги. Верде за два часа продал 1800 экземпляров, из выпущенных им 2000 экземпляров. 12 июня новая неожиданность. Госпожа Бэше, которая не терпелась сменить книжную лавку на счастливый семейный очаг, вручила писателю через судебного пристава предписание, обязывавшее Бальзака в 24 часа представить два тома для этюда во нравах. За каждый просроченный день ему угрожал штраф в размере 50 франков. Это была катастрофа, но вместе с тем и удача, ибо свирепость вдовы Бэше была великолепным предлогом для того, чтобы бежать из Парижа от Бетюна и Кроник до Пари, уехать в Саше и там в долине реки Эндр, написать за 20 дней два тома для этой особы и таким образом избавиться от нее. И так я вновь вступаю в жестокую битву. Надо выплачивать проценты по обязательствам и писать книги. Я должен выполнить последний из моих договоров, ублажить госпожу Бэше и создать прекрасную книгу. В моем распоряжении всего 20 дней. И все же это будет сделано. Наследники Буаруш и утраченные иллюзии будут написаны за 20 дней. Наследники Буаруш навсегда остались в папке незавершенных замыслов. Но утраченные иллюзии первая часть действительно были созданы за 20 дней. И Бальзак не написал ничего лучше этой книги. Невзгоды только обострили его талант, и никогда еще тема произведения не была ему так близка. Он мог выразить в нем свою горечь и печаль. Первоначальный замысел — сравнение провинциальных нравов с нравами столицы. Автор хотел развеять иллюзии, которые питают жители провинции относительно друг друга. Он хотел описать молодого человека, считающего себя большим поэтом, и женщину, которая сначала поддерживает в нем эту уверенность, а затем в Париже бросает его без денег и покровителей. Но когда Бальзак вплотную приступил к работе, новые эпизоды и персонажи стали возникать с такой быстротой, что первая часть утраченных иллюзий одна заполнила два тома, которые он обязан был представить госпожи госпожи Бэше, вторая часть романа должна была появиться позднее. Когда автору удастся закончить свое полотно, писал Бальзак в предисловии, он этого не знает, но непременно закончит его. Первая часть утраченных иллюзий это история Люсьена Шардона, небогатого молодого человека из Ангулема, красивого как ангел, который принимает девичью фамилию матери, врожденной Шарлотте де Рубампре. Автор описывал необычайную преданность, которую выказывали этому очаровательному эгоисту сестра Ева и его будущий зять типограф Давид Сэшар. Рассказывал о любви между Люсьеном и госпожой де Баржетон, о том, как эта дама увезла своего возлюбленного поэта в Париж, где вдали его города, он будет добиваться успеха. Но Бальзак уже вскоре понял, что непременно напишет продолжение еще более значительное, провинциальная знаменитость в Париже, книгу, которая станет поэмой о его собственной борьбе и разбитых мечтах, как назвал ее Антуан Адам. И все-таки прежде всего он думал не о себе самом, а о Жорж Санд и Сандо, которых горькое разочарование друг в друге так быстро разлучило. Бальзак, разумеется, многое смещал в романе. Анаиз де Баржетон походила скорее не на Жорж Санд, по-настоящему талантливую писательницу, а на Розу де Сен-Сюрен, художницу и поэтессу с красивыми глазами, у которой был литературный салон в Ангулеме. Позднее она разошлась с мужем и обосновалась в Париже. Описывая любовь между юным Люсьеном и женщиной, которая старше его на 15 лет, Рюбампре в начале произведений 21 год, а на Анаиз де Баржетон уже 36. Бальзак должно быть время от времени вспоминала госпожа де Берни. Но великий писатель всегда запутывает следы. Внешне на самого он и рэ похож типограф Давид Сешар, а не Люсьен. У Давида полное смуглое лицо, толстое шея, широкий нос ложбинкой на конце, лицо это озарено сиянием гения, готового воспарить, но близ вулкана приметен и пепел. Люсьен блестящий юноша, дерзновенный, несмотря на мягкие манеры и почти женские бедра. Его легко принять за переодетую девушку. В этой уже давней дружбе один любил до идола поклонство, и это был Давид. Впоследствии он разорится из-за Люсьена. Роман опирался на глубокое знание социальной жизни провинции. После своего пагубного опыта Бальзак хорошо разбирался в типографском деле и связанных с ним проблемах. Тайные пружины, управляющие жизнью Ангулема, обнажила перед ним умная и проницательная зюльма. Интуиция помогла писателю проникнуть в нравы, царившие в каждой части Ангулема, разделенного надвое, на верхний и нижний город. Старый город, построенный из стратегических соображений на вершине скалы, еще с феодальных времен стал средоточием дворянства, здесь размещаются также все присутственные места. Однако крепостные валы, окружавшие верхний город, не позволяли ему расшириться. У подножия скалы по берегам Шаранты выросло промышленное и богатое предместье Умо, целый город с пищебумажными фабриками, орудийным заводом, кожевинными заводами и прачечными. Наверху знать и власть, внизу купечество и деньги, два постоянные повсюду враждующих общественных слоя. Люсьен, выходец из Умо, устремляется на приступ Ангулема. В этом завязка драмы. Образы и воспоминания, собранные в кладовых памяти, возникают как раз тогда, когда художник нуждается в них, они стекаются к нему из разных периодов его жизни, из всех мест, где он побывал. Бальзак написал два этих томика в небольшой комнате в Старше, где прошли, по словам Жана Дютака, самые возвышенные часы его духовной жизни. Тут он в свое время написал Луи Ламбера, грезил о Серафите, задумал отца Горио. Бальзак писал, «Я вновь вижу прекрасные деревья, на которые столько раз смотрел, пытаясь выразить свои мысли. Сейчас, в 1836 году, я недалеко ушел от 1829 года. Я по-прежнему в долгах и неустанно работаю, и по-прежнему чувствую в себе юношеские силы, а мое сердце по-прежнему сердце ребенка». Но нет. Он далеко ушел от 1829 года. Теперь в его мозгу жил целый мир созданных им существ, и он провидел их будущие судьбы. Ему предстояло еще выполнить гигантский труд. Думая о громадной фреске, которую он замыслил написать, Бальзак испытывал внезапное желание отказаться от столичной жизни, поселиться в коттедже где-нибудь в Турене и там в покое завершить свою эпопею. Лореда Бронтес, которая сетовала на его молчание, он писал, «Вы ведь знаете, людям на поле боя некогда предаваться беседе или сообщать своим друзьям, что они еще живо еще не умерли». Этот бешеный труд убивал его. 26 июня, когда Бальзак прогуливался в парке Саше, кровь внезапно прихлынула к его голове и он упал у подножия дерева. Перед этим он за несколько дней написал половину первой части утраченных иллюзий, и это чудовищное напряжение послужило причиной кровоизлияния. На следующий день он почувствовал себя лучше, остался только шум в ушах. Бальзак нашел в себе силы дописать нужное число страниц, чтобы утихомирить вдову Бэше, ставшей госпожой Жакия. Наутро после приступа он написал Эмилию Реньо чисто раблезианское письмо. А теперь целую вас в глаз и желаю, чтобы у вас все шло хорошо в нижних сферах, столь любезных вашему сердцу. Герой романа Люсьен де Рюбампре, поэт и автору надо было привести несколько образцов его творчества. Бальзак Эмилю Реньо Передайте, пожалуйста, милейшему Шарлю де Бернару, что мне понадобится для утраченных иллюзий небольшая, весьма патетическая поэма в манере лорда Байрона. Будет очень мило, если он ее для меня напишет, потому что я совершенно не располагаю для этого временем. Мне потребуется также нечто в духе Бетпо или поэм Мюссе Намуна либо Мордош произведение в сотне стихотворных строк. Для первой поэмы нужны две песни. Шарль де Бернар был неплохой писатель, ученик и друг Бальзака, открывшего ему доступ на странице Ревю де Пари. Вот почему Онорес такой бесцеремонностью просит Шарля написать для него поэму из двух песен в духе Байрона или Мюссе. Но Шарль де Бернар мог, разумеется, писать только в своем духе, и Бальзак использовал для книги старое стихотворение, которое он сам написал в 1824 году для цветка Бенгалии. Жули Кампи, родившийся от любовной связи госпожи де Берни, из свирепого корсиканца. Художник, подобно изобретателю, пускает в ход любой кусок железа, обнаруженный им среди обломков прошлого. Бальзак просил Зюльму Коро побыстрее прислать ему подробное описание того перекрестка, где он хотел расположить типографию Сэшара и особняка, где он намеревался поселить наис де Баржетон. Если бы майор начертил для меня приблизительный план, было бы еще лучше. Я по-прежнему борюсь, барахтаясь из последних сил, как тонущий, который боится вот-вот захлебнуться. 10 июля ему пришлось возвратиться в Париж, чтобы ликвидировать дела Кроник де Пари. Когда газета перестала выходить, у Бальзака было 18217 франков долга, который он должен был погасить в кратчайший срок. Кроме того, он остался должен 24000 франков госпоже Делануа и 5000 франков дядюшке Даблену. Он упал на землю с позвращенных облаков своей фантазии, и падение было весьма болезненным. Но зато из своего одинокого полета он возвратился с первой частью самого прекрасного из его романов. Часть третья человеческая комедия В общем, в той игре, какую я веду, три человека играют огромную роль. Наполеон, Кювье, Оконнель, а я стану четвертым. Первый жизни своей перевернул Европу, он сросся с армиями. Второй своими трудами объял весь шар земной. Третий олицетворял собою народ, а мне придется нести в своих мыслях целое общество. Бальзак Примечание Оконнель Даниэль 1775-1847 годы один из видных деятелей борьбы ирландского народа за свою независимость. Графиня Великие страсти столь же редки, как шедевры искусства. Бальзак Бальзак по-прежнему уверял мистическую супругу, божественную Еву, своей непоколюбимой верности и беспорочным целомудри. Однако с некоторых пор он поддерживал самые интимные и на первых порах весьма тайные отношения с другой женщиной, которая вполне могла польстить его самолюбию и своей красотой, и знатностью, и положением в свете. Чтобы выяснить, когда началась эта связь, надо вспомнить о рекомендательном письме, полученном Бальзаком в феврале 1834 года в Женеве от графини Марии Потоцкой к жене австрийского посла. Осенью следующего года он встретил на одном из больших приемов посольства молодую женщину лет тридцати, восхитившую его нежным румянцем, пепельно-белокурными волосами, стройным гибким станом и очами достойными принцессы Восток. Ее вызывающая улыбка сладострастной Вакханки привлекла внимание Бальзак. Он спросил, кто она, и узнал, что красавица замужем за графом Эмилио Гидабони Висконти, принадлежащим к одному из самых знатных в Милане семейств, а девичьи имя его прелестной жены, англичанки по происхождению, Фрэнсис Сара Лоуэлл. Некий Версальский судья Виктор Ланбине дал в своих мемуарах обильные на самые ложные сведения об этой супружеской чете. Если верить ему, в семействе Лоуэлл сила очарования соединялась с ужасными припадками безумия и назойливыми мыслями о самоубийстве. Мать утопилась, не желая стареть. Один из сыновей перерезал себе горло, второй повесился. Младшая дочь Юлия, сообщает Ланбине, создание сумасбродное и восхитительное. Страдала истерией, гонялась за молодыми парикмахерами, совращала актеров, все больше опускалась, как ее старший брат, и погрязла в пьянстве. Эротизм ее несколько уменьшился под влиянием божественной бутылки, и она вышла замуж за старого прусского ученого доктора Бидермана, который женился только для того, чтобы ему было с кем чокаться за столом. В действительности же Фрэнсис Сарлоуэлл, домашней звали ее Фанни, принадлежала к старинной семье небогатых помещиков Уилтшира Лоуэллов из Коулпарка. Мать графини была дочерью архидиакона англиканской церкви и внучка епископа. Благодаря такому происхождению Фанни Лоуэлл еще до своего замужества была принята в Англии в самых замкнутых кругах общества. Никто из ее четырех братьев не кончал самоубийством. Один умер от рака печени, другой от сердечного приступа, третий от пневмонии. Самый младший брат, который, по словам Ломбине, сократил распутством дни своей жизни, скончался только в 1906 году, прожив 85 лет и умер от воспаления легких. Среди росказней Ломбине есть только одна правда. Мать действительно утопилась, но в возрасте 72 лет она наложила на себя руки в 1854 году, то есть через 29 лет после замужества Фанни. Следовательно, нечего задаваться вопросом, знал ли граф Гидобони Висконти, женясь на Фанни Лоуэл, эти ужасающие истории, ведь их на самом-то деле не было. Как и все мужчины, он был очарован божественной красотой девушки и ее серебристым голосом. Словно созданным для задушевных бесед. Очень быстро после свадьбы открылось, что графиня не в силах противиться велениям чувств. Ее пылкий темперамент требовал любовников, а совесть прекрасно мирилась с таким поведением. Она взяла себе за образец графиню Альбани и Терезу Гвичолли и восхваляла той другой за смелость их связи с гениальными людьми. Одна была возлюбленной Альфиери, другая Байрон. Примечание. Альфиери Витторио 1749-1803 годы итальянский драматург, автор многочисленных трагедий в классическом стиле. Граф Гидобонни Висконти оказался супругом еще менее суровым, чем граф Гвичолли. Бедняга был человеком незлобивым и бесхарактерным, и у него имелось только два пристрастия. Музыка он любил играть в театральном оркестре среди музыкантов-профессионалов и аптекарские занятия. Смешивать целебные вещества, наливать лекарства в склянке, вытирать эти пузырьки, надевать на каждый бумажный колпачок, приклеивать этикетку, доставляло ему наслаждение. Он отличался кротостью, держался в тени, был переменчив в расположении духа, скучноват, придирчив, совсем не глуп и даже с хитрецой, к которой примешивалась однако грубоватая наивность, пишет Орегон. Словом, он как будто создан был для роли обманутого мужа, который все знает и терпит. Осмелев от таких характеристик, Бальзак попросил представить его. Графиня читала его романы и очень охотно пригласила писателя в свой дом. Ее несколько огорчил экстравагантный наряд Бальзака. Белый жилет с коралловыми пуговицами, зеленый фрак с золотыми пуговицами, перстни, унизывавшие пальцы. Вероятно, она сказала об этом своим друзьям, а те предупредили Бальзака. И при второй встрече костюм на нем был скромный, темных тонов. Впрочем, нелестное впечатление, которое он вначале производил на женщин, всегда менялось очень быстро. Подруга белокурой красавицы, Софья Козловская в письме к отцу дала прекрасное объяснение этой связи. Ты спрашиваешь, что это еще за новая страсть у госпожи Висконти к господину де Бальзаку? Да все дело в том, что госпожа Висконти полна ума, воображения, свежих и новых мыслей. Господину де Бальзаку, тоже человеку выдающемуся, нравится беседовать с госпожой Висконти, а так как он много написал и продолжает писать, то неедко заимствует у нее какую-нибудь оригинальную мысль, которыми она богата, и их разговор всегда необыкновенно интересен и занимателен. Вот вам и объяснение страстного увлечения. Господина де Бальзака нельзя назвать красавцем. Он низенький, тучный, коренастый, широкоплечий. У него крупная голова, нос мясистый, тупой на конце, рот очень красивый, но почти беззубый, волосы черные, как смоль, жесткие и уже с проседью. На карии его глаза горят огнем, выражает внутреннюю силу, и вы поневоле согласитесь, что редко можно встретить такое прекрасное лицо. Он добрый, добрый до глупости, для тех, кто ему по душе ужасен с теми, кого не любит, и безжалостен ко всему нелепому и смешному. Зачастую его насмешка убьет не сразу, зато уж всегда засядет у вас в уме и преследует с тех пор, как призрак. Воля и мужество у него железны, ради друзей он забывает о себе самом, дружба его не знает пределов. В нем сочетается величие и благородство люба с кротостью ребенка. Вот вам беглый набросок характера господина де Бальзака. Я очень его люблю, и он очень добр ко мне. Ему 37 лет. Бальзак получил от супругов Гидобони Висконти приглашение бывать у них. Они жили в Париже на авеню Нэйи, позднее переименованную в Елисейские поля. Налитым они переезжали в Версаль и занимали там так называемый итальянский павильон. У Бальзака и графини Висконти нашлись в этом городе общие знакомые, которые рассказали ему о похождениях госпожи Висконти и о том, что самым последним ее поклонником состоял Леонель де Бонваль. Граф Леонель де Бонваль, родившийся в 1802 году, был тоже женат на англичанке. Каролине Эмме Голвей. Впоследствии его родственники говорили, что он сохранял верность своей жене только после ее смерти. Он отличался тонким вкусом, коллекционировал старинную мебель, бронзу, фарфор. Приведем пример, свидетельствующий о его страсти к изящному. Обедая у себя дома в одиночестве, он ел всегда на тарелках северского фарфора, достойных фигурировать в коллекции любителя. Может быть, с него-то исписаны некоторые черты Сикста Дюшетле из утраченных иллюзий. Бальзак не устрашился соперничества и оказался прав, ибо узы, связывавшие его с прекрасной англичанкой, вскоре стали теснее. По балансу пругами Висконтии он абонировал ложу итальянской опере и бывал там три раза в неделю. Все его друзья заметили, как настойчиво он ухаживает за белокорой Фанни. Герцогиня Добрантес писала ему, «Сержусь на вас за то, что не пришли обедать. Ну-ка, сделайте над собой усилие, приходите, а потом можете лететь на здоровье к своим итальянцам». Любил ли он графиню Висконти? Ему нравились чувственные женщины, а Фанни, дававшая волю своему темпераменту, подарила бы ему блаженство. Он искал дружбы с женщинами знатного рода. Это тешило его гордость и честолюбие, а Фанни была замужем за человеком, принадлежащим к старинному роду Висконти, по крайней мере по матери. И наконец писателю нужна была близость с женщинами, которые могли что-то дать ему для его творчества. А госпожа Висконти обладала богатым воображением и так же, как и леди Элленбор прекрасно позировала для образа леди Арабеллы Дедли из романа «Лилия долины». Как же относилась к нему графиня? Несомненно, она привязалась к своему великому человеку, долгое время поддерживала Бальзака в затруднительных обстоятельствах его жизни. Ей нравились его веселость, энергия, его весьма непринужденные анекдоты и почти женская тонкость его ума, благодаря которой он был не только любовником, но и поверенным женщин. Сент-деф писал, «Господин де Бальзак хорошо знает женщин, знает тайны их чувств или чувственности. Он без стеснения задает им в своих рассказах чересчур смелые вопросы, равносильные вольности в обращении. Он ведет себя как доктор, еще молодой, имеющий доступ вольковы своих пациенток и получивший право полунамеками говорить о некоторых тайных подробностях их семейной жизни, что очень смущает и вместе с тем приводит в восторг самых целомудренных дам». А какое же место занимает в этой новой мизансцене госпожа Ганская, обожаемая Ева? Бальзаку нравилось вести сразу несколько интриг, разделенных непроницаемыми перегородками. Это расширяло горизонты романиста. Разве не имеет право создатель целого мира прожить несколько жизней? С самого начала его романа с Эвелиной Ганской третьим действующим лицом была в нем Мария Дюфрене, Мария. Наганская об этом не знала. Возвратившись из Вены, он постерегся в своих письмах к чужестранке говорить о графине. «В моей жизни не только нет места для неверности, а скажу даже нет и помыслов о ней. Вот уже месяц я не бывал в опере, а ведь у меня кажется абонировано ложе у итальянцев. Парижанки до того страшат меня, что спасаясь от них я сижу за работой с шести часов утра до шести вечера». К несчастью, госпожа Ганс достаточно хорошо знала Бальзака и могла быть уверена, что в разлуке с нею он не будет вести целомудренный образ жизни, но если она готова была терпеть некую олимпию Телесье или ничтожных мещаночек, то о своей славе она заботилась и пришла бы в ужас от связи Бальзака с какой-нибудь светской дамой, известной в кругу той космополитической аристократии, к которой принадлежала и она сама. Она знала, что своей новой любовнице высокого ранга Бальзак тоже стал бы писать прекрасные письма, которые облетели бы весь Париж, и что автор их, гордясь своей победой, сам раструбил бы о ней. Бальзак Ганской Госпожа Висконти, о которой вы пишете мне, милейшая и бесконечно добрая женщина, наделенная тонкой красотой и весьма элегантная дама. Она очень помогает мне нести время жизни. Она добра и полна твердости, вместе с тем непоколебима в своих воззрениях, неумолима в своих антипатиях. На нее можно положиться. Она не из богатых, вернее сказать, ее личное состояние и состояние графа не соответствует его прославленному имени, ведь граф представитель старшей ветви узаконенных отпрысков последнего герцога Барнабо, после которого остались только побочные дети, одни узаконенные, другие нет. Дружба с госпожой Висконти утешает меня во многих горестях, но, к сожалению, мы видимся очень редко. Вы представить себе не можете, на какие лишения обрекает меня мой труд. Что возможно для человека при такой занятой жизни, как у меня, ведь я ложусь в шесть часов вечера и встаю в полночь. Мне некогда выполнять светские обязанности. Я вижу госпожу Висконти в две недели раз, и, право, очень сожалею, что бывает в ее обществе так редко, потому что только у нее и у моей сестры я встречаю душевное сочувствие. Сестра моя сейчас в Париже, супруги Висконти в Версале, и я их почти не вижу. Разве можно это назвать жизнью? А вы где-то в пустыне на краю Европы, никаких других женщин на свете я не знаю. Вечно мечтать, вечно ждать, знать, что проходят лучшие дни жизни, видеть, как у тебя волосок за волоском вырывает золотое руно молодости, никого не сжимать в объятиях и слышать, как тебя обвиняют в дон-жуанстве. Вот ведь какой толстый и пустой дон-жуан. Графиня не спешила сдаться. Леонель де Бонваль старался высмеять в ее глазах Бальзака, его дурной вкус, волосы, спускавшиеся на шею, кричащие жилеты, его положение бумага-мараки. Графиня импонировал престиж Бонвалья, великого знатока в искусстве светской жизни. Некоторое время Бальзак мог опасаться повторения неудачи, постигшей его скокетливой маркизой де Костри. Тщетно надеялся он, что белокурая красавица навестит его на улице Кассини. На улице Батай он возобновил приготовление. Главным образом ради нее он заказал знаменитый белый диван, как в будуаре злотаокой девушки. Кто же присядет на этот диван? Маркиза де Костри или графиня? Разумеется, графиня. Весна 1835 года ускорила счастливую развязку. И, конечно, роман Лилия долины обязан своим названием госпоже Гидабоне Висконти. Ведь по-английски это означает ландыш. Несомненно, ему доставляло удовольствие рисовать на одном и том же полотне бок о бок два контрастных женских образа госпожу де Дерни и новую свою страсть госпожу де Морсов и леди Дедли. Обладание не убило любви, наоборот. Любитель и знаток женщин Бальзак был опьянен великолепным типом англо-саксонской красавицы, которую ему дано было наблюдать. Английская женщина, писал он в Лилии долины, это жалкое создание, добродетельное по необходимости, навсегда готовое пасть, обреченное вечно скрывать ложь в своем сердце, но полное внешнего очарования, ибо англичане придают значение только внешности. Вот чем объясняется особая прелесть англичанок. Восторженная нежность, в которой для них поневоле заключена вся жизнь, преувеличенные заботы о себе, утонченность их любви, так изящно изображенной в знаменитой сцене Ромео и Джульетты, где гений Шекспира в одном образе показал нам сущность английской женщины. Что мне сказать вам? Ведь вы столько раз им завидовали. Чего бы вы не знали сами об этих бледных сиренах, поначалу таких загадочных, а потом таких понятных, они верят, что любовь питается только любовью и вносят скуку в наслаждение, ибо никогда их не разнообразит. В душе у них звучит всегда одна струна. Голос повторяет один и тот же никогда не познает всей поэзии чувств. А дальше сказано так. И, наконец, задумывались ли вы когда-нибудь о сущности английских нравов? Разве мы не видим у англичан обожествления материи, ярко выраженного эпикурейства, которому они предаются обдуманно и искусно? Чтобы англичане не говорили, что бы не делали, Англия материалистична, быть может, сама того не сознавая. Ее религиозные и моральные принципы лишены божественной одухотворенности, католической восторженности, того глубокого очарования, которого не может заменить лицемерие, какую бы личину оно не надевало. Англичане в совершенстве овладели искусством жить, наслаждаясь каждой крупицей материального мира. Вот почему их туфли, самые восхитительные туфли на свете, их белье обладает непревзойденной свежестью, их комоды благоухают особыми духами. В определенные часы они пьют умело заваренный ароматный чай. В их домах нет ни пылинки, они усилают полы коврами от нижней ступеньки лестницы до самого дальнего уголка в доме, моют стены подвалов, натирают до блеска молотки у входных дверей, смягчают рессоры в экипажах, они превращают материю в питательную среду или пушистую оболочку, блестящую и чистую, в которой душа замирает от наслаждения, но из-за этого их жизнь становится ужасно монотонной, ибо такое безоблачное существование не ставит перед ними никаких препятствий, лишает их непосредственности восприятия и в конце концов превращает в автоматы. В натуре графине Висконти было нечто от этой комфортабельной материальности, но, несомненно, она могла похвастаться также незаурядным умом и характером. В ней не было ни подозрительности, ни придирчивости, ни настороженности Эвелины Ганнской. Когда она подарила Бальзаку свою благосклонность, то сделала это от всего сердца открыто. Она не находила нужным считаться с мнением света, и поэтому смело показывалась Бальзаком в ложе итальянской оперы. Но она не стремилась безраздельно завладеть им. Она понимала, что художнику необходима свобода, и тихонько подсмеивалась над его приключениями. Известно, что 16 июня 1835 года Бальзак отправился в Булонь-Сюрмер, его отсутствие длилось шесть дней. 29 августа он снова завизировал свой паспорт для поездки в Булонь и выехал туда 31 августа в наемной коляске, а через неделю возвратил ее к каретнику Панару. Булонь-порт, из которого корабли отплывают в Англию. Несомненно, Бальзак провожал графиню Висконти, отправлявшуюся на родину, где она собиралась провести два месяца. И весьма вероятно, что в августе он в новом порыве страсти ездил в Булонь встречать ее. Ему по-прежнему нравилось давать свое возлюбленное имя, предназначенное для него одного. И тот он получил разрешение называть госпожу Гидобони Висконти Сарой, вторым ее именем, а не Фанни, как звали ее все. В 1836 году она произвела на свет сына. И хотя никаких доказательств тому не имелось, говорили, что отцом его был Бальзак. Ребенка нарекли при крещении Леонелем Ричардом. Если бы Бальзак мог быть уверен в столь славном отцовстве, он, надо полагать, трубил бы о нем, но недаром же новорожденный получил имя Леонель в честь Бунваля. Однако Сара долго оставалась любовницей Бальзака и всегда была к нему щедрой и доброй. Когда Кроник де Пари обанкротилась и Бальзаку настоятельно требовалось сбежать из Парижа, госпожа Висконти придумала хитрость, комбинацию, позволявшую затравленному писателю удалиться с честью. Эмилио Гидобони Висконти потерял мать. Он не имел ни малейшего желания расстаться со своей аптечкой и своим оркестром для того, чтобы поехать в Турин хлопотать о получении своей доли наследства. А дело было довольно запутанное. Оставшись вдовой после первого мужа, Пьетро Гидобони, от которого у нее было двое детей, госпожа Гидобони вышла замуж за француза Фьера Антуана Константена и в этом втором браке у нее родился сын, названный Лораном. Таким образом, интересы наследников столкнулись. Графиня решила, что Бальзак, в юности служивший клерком в конторе Стряпчева, прекрасно может защитить права ее мужа. Надо немедленно снабдить онре доверенности на ведение дела и послать его в Турин. Он человек в высшей степени сведущий, и кто же, как не он, способен добиться скорого и справедливого раздела наследства. Этот идеальный посредник получит комиссионные с той суммы наследства, которые ему удастся отстоять. А в сущности поручение было деликатным способом прийти на помощь Бальзаку. Не безинтересно будет отметить, что во время своей связи с Сарой Висконти Бальзак поддерживал таинственную переписку с какой-то женщиной, которую никогда не видел и знал только ее имя Луиза. Она описала ему, как и многие другие, на адрес его издателя. С того времени, как он столкнулся с дьявольским коварством маркизы до костри, Бальзак не очень-то доверял незнакомкам. Моя детская доверчивость не раз подвергалась испытанию, а вы, должно быть, замечали, что у животных недоверие прямо пропорционально их слабости. Но все же я иной раз пишу, так бедняга солдат, нарушая приказ, не возвращается к сроку в казарму и на следующий день бывает за это наказан. Знаете, что хорошего во мне еще больше, чем вы предполагали, что я способен на беспредельную преданность, что я отличаюсь женской чувствительностью, а мужского во мне только энергия. Но мои хорошие черты трудно заметить, ведь я всегда поглощен работой. Я полон эгоизма, к которому вынуждает меня обязательный труд. Я каторжник, к ноге которого приковано пушечное ядро, а напильника у меня нет. Я заточен в стенах своего кабинета, словно корабль, затертый во льдах. Он не отталкивал протянутую ему руку, но для него было невозможно вырваться из своей тюрьмы. Оставьте меня в моем монастыре, где я обречен вкатывать на гору тяжелый камень, и поверьте, что будь я свободен, я действовал бы иначе. Лишь один раз в жизни, говорил Бальзак, он встретил самоотверженную любовь, которая мирилась с его сизифовым трудом. Эта ангельская душа в течение двенадцати лет посвящала ему по два часа в день, отнимая их от света, от семьи, от исполнения долга. Ей хотелось ободрить его и помочь ему. А больше уж никто не дарил ему такой любви. Ему нравилось рисовать в своем воображении облик незнакомки, с которой он переписывался. Наверное, она молода, хороша собой, умна, и все же он предпочитает, чтобы эта нежная дружба оставалась тайной. Да и незнакомка сама уклонялась от встреч. В конце концов, таинственная Луиза оказалась в выигрыше. Она получала прелестнейшие в мире письма и ничего не дарила взамен, так как он от всего отказывался. Правда, такое благоразумие отчасти объяснялось той ролью, которую играла в его жизни Сара Гидабони Висконти. Необычная эскапада Раз уж в этом мире больше невозможно похищать инфант, приходится работать или умирать от скуки. Эжен Делакруа Бальзак отправился в Турин 25 июля 1836 года. Деловая поездка сопровождалась романтической эскападой. Через Жюля Сандо Бальзак познакомился с хорошенькой женщиной 33 лет Каролиной Марбути из Лиможа и согласился напечатать в Кроник-де-Пари за подписью К. Марсель автобиографическую новеллу этой дамы. Госпожа Марбути принадлежала к старинному протестантскому роду. Ее дед с материнской страны Жан-Эмэ Делакост был депутатом от Ларошели в законодательном собрании, а затем членом Совета старейшин. Отец Каролины Франсуа Петеньо, советник Лиможского суда, умер в 1825 году. Еще в юности эта романтическая, порывистая и честолюбивая девица доставила немало беспокойства своим почтенным родителям. Она заявляла, что питает ужас к провинциальной жизни и презирает буржуазные предрассудки. «Провинциал», писала она в новелле, напечатанной в Кроник-де-Пари, «ничего в жизни не изведал, ничего не перечувствовал, кроме убытков или наживы, а потому его отношения с людьми сухи, однообразны и существования его лишено поэзии». Слушая такие речи, советник суда решил, что Каролину нужно срочно выдать замуж. В мужья выбран был Жак Сильвестер Марбути, секретарь суда, неказистое и чахлое существо, зато сын королевского прокурора и владелец имения. В 1823 году ко времени их бракосочетания жениху было 32 года, невесте 19. В девичестве Каролина сочиняла стихи, а теперь неудовлетворенной своим сопружеством принялась писать романы. Так как в Лиможи у нее был открытый дом, то скоро там составился и литературный салон. После вкусных обедов в гости скромные поклонники хозяйки дома обычно просили ее прочесть свои стихи. Поэтессу осыпали похвалами и прозвали ее Лиможской музой. Во время этих литературных чтений, совсем нелестных для супруга, так как Лиможская муза описывала в стихах свои томления и разочарования, он всегда выходил из гостиной. Королевский прокурор и его супруга извительно упрекали невестку за то, что она принимает всякий сброд, слишком нарядно одевается и разыгрывает из себя выдающуюся женщину. Хотя за госпожой Марбути многие ухаживали, она до 28 лет оставалась верна секретарю суда, что казалось героическим подвигом. Но в 1831 году в городе появился Гийом Депи-Трен, этот знаменитый врач, главный хирург самой старой парижской больницы, член академии, получивший от Людовика 18-го титул барона, был родом из Лимузена. Великие люди, если их снедает политическое честолюбие, стараются извлечь для себя выгоду из своих провинциальных связей. Барон Депи-Трен выставил в департаменте Верхняя Вьенна свою кандидатуру на выборах в парламент и провел месяц в Лиможе в доме Марбути. Миловидная лиможская муза предложила приезжей знаменитости перезнакомить его со всей местной знатью и была ослеплена его умом. Он советовал ей, какие книги читать, и, как она говорила, угадывал ее самые сокровенные дуны. Депи-Трен пользовался большим успехом у женщин, он без труда одержал победу над провинциальной музыкой. Что касается выборов, то он и тут был вполне уверен в успехе, так как его конкурентом оказался какой-то незаметный сельский лекарь. Он наивно полагался на свои достоинства и на свою известность, пишет о нем Анри Мондор. Но, как водится, гениальный человек потерпел поражение, его победил свой парень. Уязвленный Депи-Трен уехал и больше уже не возвращался в Лимош. Каролина помчалась в Париж, якобы желая показаться врачам, и заглянула в Ларошель, в окрестностях которой у ее родителей было имение, желая встретиться там с господином Сандо. Несчастный Жюль Сандо, носивший на перевязи свое сердце, разбитое Жорж Санд, удостоился милости лимошской музы. Пример Авроры Дюдеван кружил тогда головы всем провинциалкам из породы синих чулок, мечтавшим о славе и любви. Каролина Марбути, боясь, что ее талант покроется ржавчиной в лиможе, в постоянном общении с невеждой супругом, в конце концов получила от этого благодушного человека разрешение жить в Париже под благовидным предлогом обучения дочерей. Она рассчитывала возобновить роман с Дюпи и Треном, но тот твердо решил не превращать мимолетное приключение в длительную связь, стесняющую его свободу. Он дал понять Каролине, что порядочный человек не должен компрометировать замужнюю женщину. Пресыщение и лукавство богаты добродетельными оправданиями. Кто мог теперь утешить музу? Жюльсандо невелика фигура. Каролина оставила его при себе в качестве друга, но решила повести охоту на более крупную дичь. Сент-Беф, критик, которому прислушивались, мог ей пригодиться. Она пригласила его к себе. Он был низенький, хилый, тощий, неловкий, вспоминала она впоследствии. Под слеповатость и крайняя робость придавали его походке какой-то странной неуверенности. Словом, сущая карикатура. Оставался Бальзак, друг женщин и последняя их надежда. Каролина Марбути слышала о нем еще в Лиможе от своей приятельницы Люсиль Неве, урожденной Туранжен, сестры Зюльмы Коро. Его книги Каролина читала с восхищением. Она написала ему несколько писем, но не осмелилась послать их, а в 1833 году даже отправила ему послание, которое однако не дошло до него. Но после того, как Сандо поселился у Бальзака, встретиться с великим человеком уже не представляло труда. Госпожа Марбути была приглашена к обеду на улицу Кассини, а затем попала в число сотрудников Кроник до Пари. Она была болтлива, откровенна, вся как на ладони, и ее признание, которое она щедро расточала, забавляли Бальзака, интересовавшегося психологией провинциалов. Уезжая в Турень, он предложил госпоже Марбути взять ее с собой и обещал показать ей старинные замки на Луаре. Она отказалась. Бальзак Эмилио Реньо Саше 27 июня 1836 года Настоящим сообщаю вам старый воробей, что сотня франков или пятьдесят икю были бы весьма полезны вашему покорнейшему слуге, сидящему на мели, так как закончив музей древностей, а возможно и завершив сей человек, я очень хотел бы насладиться путешествием и по дороге осмотреть Шенонсо и Шамбор. Как поживает Джюль? Не забывайте также обетюне и левеле. Вы можете даже полюбоваться нежным пушком, который я заметил на свежих щечках прекрасной госпожи Марбути. При желании эта прелестная дама могла бы осмотреть вместе со мной замки Турений. И право, ей не пришлось бы пожалеть, что она дала согласие на такое прекрасное путешествие. Через месяц ему представился превосходный предлог для эскапады в обществе Каролины, поездка в Турин в связи с хлопотами по делу о наследстве доставшимся Гидобоне Висконти. На этот раз лиможская муза согласилась. В ее распоряжении было 500 франков для участия в расходах. Во избежание скандала она должна была переодеться в мужское платье и выдавать себя за секретаря или пожа Бальзак. Пример подобного переодевания опять-таки подала Жорж Санд. Каролина Марбутти, очарованной владелицей Нуанского замка, решила во всем подражать ей. Хартному Бюйсону, который шил на Бальзаков долг, заказали необходимые дорожные платья и для Каролины. В день отъезда она явилась на улицу Кассини с баулом, в котором лежало только одно женское платье и белье на неделю. Во дворе уже стояла карета, запряженная почтовыми лошадьми. Сандой Бальзак ждали госпожу Марбутти. Она поднялась наверх переодеться, а когда спустилась в мужском сюртуке с решительным видом поигрывая хлыстом, оба нашли ее очаровательной. Жюль Сандо смотрел, как она уезжает с Бальзаком и испытывал некоторое чувство ревности. Такова уж была его участь завидовать чужому счастью, ибо природа создала его неудачником. Каролина Марбутти, госпожа Петеньо де Ла Кост, Турин, 2 августа 1836 года. «Дата и место отправления моего письма конечно удивят тебя, дорогая матушка. Ты ведь и не подозреваешь, что я Виталий в двухстах лье от моего обиталища. Сейчас я все объясню, но только тебе одной. Лишь ты одна будешь посвящена в тайну моего путешествия, и я рассчитываю, что ты не выдашь меня. Итак, приступаю к рассказу. Через Жюля я, а также Нана получили приглашение Бальзака пообедать у него. Я замыслила так, что в тот день, когда мы встретимся с ним, я должна его обольстить. Вся моя воля была напряжена, и мне это удалось. Я его магнетизировала. Примечание. Анна де Масак, псевдоним Седония Гас, близкий друг Каролины Марбути и Жюля Сандо. Она вместе с ними жила в Ларошелле. Несколько дней спустя он, Бальзак, навестил меня. Он собрался поехать в Турень, а по возвращении в Италию. В Турени он жалел, что меня с ним нет, и, вернувшись в Париж, предложил мне поехать с ним в Турин, оттуда в Геную, а может быть и во Флоренцию. Я долго колебалась, но уступила. Какое прекрасное путешествие! Выехать из Парижа в почтовой карете и через пять дней оказаться в Турине, перебравшись через Альпы в Мон-Сен-И и спустившись к монастырю Гран-Шартрес. Я думала о тебе. Ты ведь тоже совершила такое путешествие. Мне вспомнились твои рассказы о нем. И я поняла, какие восторженные впечатления она оставила у тебя. Я одна с Бальзаком, без слуги. Мне пришлось одеться мужчиной, и мужской костюм, который, кстати, сказать мне к лицу, восхищает меня. В нем никто меня не узнает. В нем чувствуешь себя бесконечно свободно и можешь позволять себе очаровательной вольности, которой нам, женщинам, в новинку. Все это мне оригиналки по душе. В Турине я слову секретарем Бальзака. Он очень меня любит и окружает заботами. Но, к сожалению, я больна. Никогда счастье не бывало у меня полным. Мои печальные недомогания возвратились, да еще и усилились. Я их скрываю как могу, но в дороге они очень меня беспокоили. Уже месяц я страдала от них в Париже, и лишь свойственная мне храбрость побудила меня пренебречь этим противным состоянием, хотя от утомительной дороги все могло осложниться. Этого не случилось. Мне даже стало немного лучше. Как и все выдающиеся люди, Бальзак очень занят своими идеями и не отличается любезностью. Но у него столько внутренней силы, такой могучий ум, столько превосходства во всем его существе, что он мне нравится. Наружность у него нехороша, лицо красиво своей одухотворенностью, но очень странное. Живем мы по-княжески. Бальзак рекомендован депешами из посольства, благодаря чему он завязал отношения с самым лучшим обществом. Сегодня он обедает у одного сенатора. К десяти часам я должна приехать за ним в коляске, это в двух лье от Турина. Я уже заранее радуюсь поездке в открытом экипаже прекрасным летним вечером. Впрочем, коляска всегда в моем распоряжении. У меня великолепные комнаты и уход за мной превосходный. Все это тем более замечательно, что у Бальзака нет ни гроша, что он весь в долгах и только ценой невероятного труда поддерживает свое положение на грани роскоши и финансового краха, ежедневно угрожающего ему. Он находит, что у меня много способностей, как он говорит, и хочет попробовать привлечь меня к работе, которая может дать двадцать тысяч франков доходу. Но следует тебя предупредить, что он вообще полон всяких проектов и с ним нельзя строить расчеты на будущее. Я и рассчитываю очень мало. Он предполагает писать вместе со мной пьесы для театра. После смерти Бальзака госпожа Марбути сочинила рассказ об этом путешествии, заявив, что повествование это ей продиктовано духом умершего. В ее заметках есть некоторые дополнительные подробности. Оказывается, например, что в монастыре Гран-Шартрес, куда они ездили на мулах, монахов не обмануло переодевание Каролины, и они впустили только одного Бальзака. Немного дальше ее взгляды привлек ручей. Ах, как бы хорошо было в нем искупаться! Воскликнула она, и вот какими словами она в своем сочинении заставляет тень Бальзака рассказать эту сцену. Выбрали самое удобное место. Вас сняли с мула, и вы пробрались через кустарник к ручью, позлощенному длинными лучами солнца, проникавшего между древесных стволов. Я мог наконец помочь вам позабавиться купанием и сам принять в нем участие. Моя милая, вы отказывались войти в воду, пока я не удалюсь, а вы были так утомлены, купание могло освежить вас. Седло вашего мула дорогой причиняло вам страдания, как вы сказали. Но если б я не поклялся отойти подальше, вы отказались бы от купания столь вам необходимого. Воля ваша была непоколебима. Мне пришлось уступить. Несана говорит здесь, как я не хотел расставаться с вами, и какие дивные мечты навевало мне воображение в минуты моего отсутствия. «Я по-видимому напугал вас. Вы сняли только брюки и присели в быстро текущей воде под защитой сюртука, оберегавшего вас от всех взглядов. Вы оставались в воде лишь несколько мгновений. Я обещал отойти далеко, но как сдержать это обещание? Я поискал и нашел окольную тропку. Надеясь застигнуть вас врасплох, я потихоньку свернул на нее. Лишь раза два вы погрузились в воду и когда я предстал перед вами, вы были уже одеты. Я опоздал. В Турине, прекрасном городе с величественными улицами, странная пара остановилась в гостинице Европа. Им отвели лучшее помещение. Секретарь Марсель занимала парадную спальню, где, к удивлению королины Марбути, кровать, отличавшаяся королевской роскошью, возвышалась на подмостках. Более скромная спальня Бальзака сообщалась с этим покоем, но интимных посещений меж соседями не было. И Каролина так объясняла это матери. Я оговорила себе право на свободу. Нас должна связывать только простая и чистая дружба. Остальное будет зависеть от прихоти, если мне вздумается. Я почитаю себя счастливой, что сумела внушить любовь такого рода, вообще, а тем более в наше время. Лишь художники могут понять ее, а кроме них никто во всей нации и не подозревает, что она возможна. Достаточно ли свободы у женщины, наделенной художественной натурой, для того, чтобы искать и встретить такую любовь? Во мне нет восторженности. Мои взгляды на любовь очень изменились с тех пор, как я узнал действительность, а также характер, потребности и натуру выдающихся людей. Любовь вызываешь только в том случае, когда умеешь подавлять свои чувства и сохранять ясность ума. Как раз это и произошло со мной в нынешних обстоятельствах. Но буду ли я всегда достаточно владеть собой? Вот вопрос. У Бальзака добрая душа, ровный характер и порядочность, присущие выдающимся людям, но он больше занят будущим и больше поглощен честолюбием, чем любовью и женщинами. Любовь для него физическая потребность, а вне этого вся его жизнь в труде. Всегда ли мне будут приятны такие условия? А главное, удовлетворят ли они мою жажду любви? Боюсь, что нет. Но такова жизнь, и надо принимать ее такую, какая она есть. Через шесть лет после этой эскапады, когда Бальзак напечатал в 1842 году Гренадьеру, он посвятил этот рассказ Каролине «Поэзии путешествия признательный путешественник». Госпожа Ганской он писал «Поэзия путешествия была только поэзией и ничем иным. Я вам простодушно расскажу все, что было, а когда вы приедете в Париж, покажу вам ее в наказанье. Право, никогда меня не привлекали женщины, подобные госпоже Ла Мартин, при виде которых приходит на память стихи из старой комедии «Ах, кавалер, будь плут, я продувной, коль этот длинный нос, неси за голубой». Этими стихами я насмешил всю гостиную, когда у меня спросили мое мнение. «Кстати сказать, божественная, это близкая подруга госпожи Карро. С тех пор я не видел ее. Должен признать, что у нее прелестный ум». В чуже странке редко сообщалась правда. На Бальзаке Каролина каждый в своем кругу весьма решительно утверждали, что за время их путешествия, длившегося 26 дней, они не стали любовниками. Быть может, эта цепионова воздержанность, как говорит Бальзак, объяснялась недомоганием мнимого Марселя. Как бы то ни было, они остались приятелями и весело вспоминали о своей поездке. Помните наши очаровательные завтраки в нижней столовой, где огромные широко открытые окна выходили на балкон, уставленные цветами. Яркое солнце Италии играло на наших приборах на прекрасно сервированном столе. Все кушания уже были приготовлены и поданы заранее, для того, чтобы слуги не мешали нам. Превосходная рыба, смоквы, итальянское белое венцо, такое легкое, приятное, великолепные фрукты. Бальзак действительно жил на широкую ногу в роскошной гостинице и пользовался вниманием высшего пьемонского общества. Он заранее принял меры к тому, чтобы с ним обращались как с важной особой, привез рекомендательные письма от графа Апоньи, австрийского посла в Париже и от маркиза Бриньёля, посланника Сардинии. В Турине граф Федерико Склопи Диселерано, весьма образованный человек, почувствовал к нему большую симпатию и через свою мать ввел его в самые приятные салоны. Таким образом, Бальзак познакомился с маркизой Сент-Тома со знаменитым аббатом Гадзер, известным археологом, с маркизой Бароль, урожденной Кольбер, которая дала приют Сильвио Пелико. Когда он вышел из казематов Штильберга, познакомился он также с графиней Сан-Северина, урожденной Порчоа, словом, с очень многими образованными, весьма изысканными и приятными людьми. Бальзак попросил графиню Сан-Северина сообщить ему несколько итальянских бранных слов 16 века для своего рассказа «Тайна Руджерри». Примечание Аббат Константино Гадзеро 1779-1859 годы библиограф, археолог и литературный критик Сильвио Пелико 1789-1854 годы итальянский писатель, близкий Карбонарием, 9 лет провел в австрийской тюрьме крепости Шпильберг, где написал книгу «Мои темницы». Тайна Руджерри или Тайна Братьев Руджерри второй эпизод книги Бальзака по Екатерине Медичи Что касается Каролины, то, вопреки опровержениям Бальзака, Турин принял ее за Жорж Санд и она пользовалась почетом. В прощальном письме графа Склопи Бальзаку говорится о ней «Прошу вас не забудьте пожалуйста передать от меня привет вашему прелестному спутнику. Мужской пол не посмел бы строго потребовать его в свой стан, боясь потерять его в другом лагере». Бальзак ответил «Что касается моего спутника, то он посылает вам тысячу поклонов. Эта прелестная, умная и добродетельная женщина воспользовалась возможностью удрать на двадцать дней домашних неприятностей и положилась на меня веря, что я нерушимо буду хранить ее тайну. Она знает, что я люблю другую и видит в этом чувстве самую верную гарантию». Однажды вечером Марсель Каролина сбросила свой сюртуг и появилась у маркизы Сен-Тома в восхитительном женском наряде, простом, элегантном и вполне парижском. Она имела полный успех. Все на ней было изящно, вплоть до маленькой шляпки и бэбэ, которую тогда носили. Серьезный и благочестивый Сильвио Теликко провел весь вечер подле Каролины. Однако Бальзак не терял из виду цели путешествия, то есть наследство графа Гидобони Висконти, который финансировал это приятное путешествие. Склопи свел его со стряпчем Луиджи Колло, ученым-юристом и большим любителем ботаники. У него был сад в Риволи, где он выращивал редкие растения, посвящая садоводству каждое мгновение, которое мог похитить у суровых обязанностей судейского чиновника, писал Андри Приор. Колло пригласил Бальзака посмотреть его теплицы. Госпожа Марбутти, одетая в мужской костюм, сопровождала писателя. Исследователи справедливо полагают, что это посещение использовано Бальзаком для одной из сцен Музея Древности, в которой герцогиня Демо Френьес в костюме светского льва с холыстом в руке прогуливается со старым судьей Блонде среди милых его сердцу цветов, кактусов и пеларгоний. В нужную минуту романисту вспомнилась картина, которую ему понадобилось нарисовать. Луиджи Колло и его сын Арнольда, тоже стряпчий, приложил немало усилий, чтобы претензии Гидобони Висконтьева старшествовали. Дело оказалось сложным. У графа был единоутробный брат Лоран Константен и несовершеннолетний племянник, родившийся от брака его покойной сестры Массимилы с бароном Франческо Гальвания. Бальзак еще долго вел переписку с отцом и сыном Колло, которые усердно боролись с медлительностью пьемонского судопроизводства. Чита Гидобони Висконти выбрала деятельного посредника. Бальзак с удовольствием продлил бы свое пребывание в прелестном городе Турине, но все же Склопи получил от него рассудительную и грустную записку. Двадцать дней срок волшебства хрустальной туфельки Золушки истекли. Марселю пора снова надеть диадему женщины и расстаться с хлыстом студента. Возвратившись в Париж через озеро Лагу Маджоре и Женеву, он в письме поблагодарил своих итальянских друзей. Бальзак графу Склопи ди Солерано 1 сентября 1836 года «Дорогой граф, мы с Марселем совершили очень утомительные путешествия, ведь нам так много надо было посмотреть. Озеро Лагу Маджоре, озеро Орта, Симплонский перевал, Сионскую долину, Женевское озеро, ВВ, Лозанну, Вальселину, Бург, его прекрасную церковь. У нас просто времени не хватало, и мы лишали себя сна, мы тщетно искали вас в Женеве, бродили для этого в обычных местах прогулок. «Нигде нет Склопи!» восклицал Марсель. Я опять зажил в жизни литературного каторжника. Встаю в полночь, ложусь в 6 часов вечера. 18 часов работы, но даже этого мало для моих обязательств. Контраст между таким прилежанием и рассеянной жизнью, которой я позволил себе жить 26 дней, производит на меня странное действие. Вины и часы? Кажется, что все это мне приснилось, и думается, да уж существует ли на свете турин, а потом вспомню, как вы радушно принимали меня, и говорю себе, нет, то вовсе не был сон. Умоляю вас своими начавшейся нашей дружбы, которая, надеюсь, в дальнейшем возрастет, понаблюдать, за маленьким процессом и за нашим славным адвокатом Колло, которому прошу передать привет не столько от его клиента, сколько от почитателя его прекрасных и благородных качеств. Пусть он прислушивается левым ухом, Луиджи Колло был глух на правое ухо, к тому, что говорят интересы супруга в Гидобоне Висконте. Если будете писать мне, вложите письмо в двойной конверт, адресуйте письмо вдове Дюран, Париж, Шайо, улица Батай, 13. Это мой уединенный тайный уголок, национальная гвардия, в мое отсутствие они приговорили меня к десятидневному тюремному заключению, да и никто другой не знает, что я там нахожусь и не докучает мне. Ах, как бы я хотел через полгода снова спуститься по перевалу Монсенни, но надо произвести на свет много томов пагубных сочинений, мучительных фраз. Прощайте. Интерлюдия была короткой, но дала радостное отдохновение. Луч солнца между двумя бурями. Версия, придуманная для госпожи Ганской, получила слащавый привкус. Я воспользовался предложением поехать в Турин, так как хотел оказать услугу человеку, с которым абонирую ложи в итальянской опере, некоему господину Висконти. У него судебный процесс в Турине, а поехать туда сам он не мог. Возвращался я через Симплонский перевал, попутчицей моей была приятельница госпожи Каро и Жюля Сандо. Вы, конечно, догадываетесь, что я жил в Турине на пьяце Костелло в вашем отеле, и что в Женеве я вновь увидел проливек и дом Миробо. Только вы и воспоминания о вас могут утешить мое скорбящее сердце. эскапада превратилась в паломничество. Смерть госпожи Деберни Ни одна женщина, поверьте мне, не пожелает соседствовать в вашем сердце с умершей, чей образ вы там храните. Бальзак Возвратившись в Париж, он узнал печальную новость. 27 июля 1836 года умерла госпожа Деберни. Александр Деберни написал Бальзаку «Шлю скорбное известие, дорогой оноре. После десятидневных очень острых нервных болей, приступов удушья и водянки натушка скончалась сегодня в девять часов утра. Но если мы даже знаем, что дорогие нам люди обречены и конец их близок, мы всегда надеемся, что они проживут столько же, сколько и мы». Бальзак привык к тревоге, которую давно уже вызывала серьезная болезнь госпожи Деберни. Теперь в час печали он упрекал себя за то, что не был возле нее. Но когда она потеряла своего сына Армана, умершего 25 ноября 1835 в Болоньере, она запретила Бальзаку появляться там. Он послал ей самый первый экземпляр лилии долины, отпечатанный для нее. В рукописи она уже читала роман. Она изведала последнюю радость в жизни, перечитывая строки, которыми которыми он воздал ей высокую честь. Она стала для меня не только возлюбленной, но и великой любовью. Она стала для меня тем, чем была Беатричи для флорентинского поэта и безупречная Лаура для поэта венецианского, матерью великих мыслей, скрытой причиной спасительных поступков, опорой в жизни, светом, что сияет в темноте, как белая лилия среди темной листвы. Она наделила меня стойкости доблестного Колиньи, научив побеждать победителей, подниматься после поражения и брать измором самых выносливых противников. Большинство моих идей исходят от нее, как исходят от цветов волны благоухания. Примечание Колиньи французский адмирал, один из вождей гугенотов, XVI век. Она узнавала себя в каждом мелком штрихе этой книги. Назидательное письмо содержало самую суть тех правил, которые она долго пыталась внушить ему. Все прекрасно, все возвышенно в вас, дерзайте же. Я хочу, чтобы вы стали простым и мягким в обращении, гордым без надменности, а главное скромным. Лора де Берни, приговоренная докторами и знавшая это, однако несколько раз подтверждала Бальзаку, что она запрещает ему приезжать в Булоньеру. Она хотела, чтобы он видел ее только красивой и здоровой. Она притворно выказывала безмятежные душевные спокойствия, которые обманывала Бальзака, и он не думал о надвигавшейся опасности. Как раз в это время у него было по горло всяких хлопот, ликвидация кроник де Пари, переговоры с вдовой Бэше, подготовка к путешествию в Италию. Он думал, что еще успеет побывать в Булоньере. А между тем, Лора хотела призвать его в последний свой час. Она держала роман Лилия Долины у себя на постели и перечитывала сцену смерти госпожи де Морсов. Ее Феликс де Ван Денес приедет к ней. Он тоже облегчит своей любимой тяжкий путь к могиле. В романе Анриэта де Морсов умирала, сожалея о радостях жизни, которые она отвергла. Лора де Берни не жалела о тех радостях, которые она дарила и получала. Она открыла, полюбила и сформировала гениального писателя. И она гордилась этим. Почувствовав, что конец близок, она попросила своего сына Александра предупредить он Ре и привезти его в Немур. Поездка Александра заняла двое суток. Лежа в своей спальне, откуда она видела только деревья и небо, она потребовала зеркало и убрала свои волосы. Она знала, что очень изменилось, но вспомнила, как Бальзак рисовал волнующие трогательные очарования умирающей женщины. Врачу она сказала, я хочу дожить до завтра, но на следующий день Александр возвратился один. Он не мог найти Бальзак. Где же он? Скрывается в одном из своих тайных убежищ? Нет, уехал в Италию. Лора де Берни чувствовала, что силы ее иссякли и она не доживет до его возвращения. Все кончено, больше она не увидит своего оноре, теперь можно умереть. Она велела позвать Аббата Гроссе, приходского священника из Греца, и вечером он причастил ее. Своему сыну Александру она сказала, «Найди в моем секретаре сверток, несколько раз перехваченный грубой шерстяной ниткой, в нем письма оноре, сожги их». Сын обещал сделать это, и на следующее утро, лишь только госпожа де Берни скончалась, он бросил в огонь любовную переписку, длившуюся пятнадцать лет. Можно себе представить, как должен был сожалеть Бальзак, что таким образом исчезли лучшие свидетельства его творческих усилий в годы юности. Он писал Луизе, своей таинственной корреспондентке, «Женщина, которую я потерял, была для меня больше, чем матерью, больше, чем подругой, больше всего, чем один человек может быть для другого. Во время сильных бурь она поддерживала меня словом и делом и своей преданностью. Если я живу, то благодаря ей, она была всем для меня, хотя уже два года, как болезнь и время разлучили нас, мы на расстоянии видели друг друга, и она воздействовала на меня, она была моим нравственным светочем. Образ госпожи де Морсов в Лилии Долины лишь бледное отражение самых малых достоинств этой женщины, и лишь отдаленно напоминает ее, ведь для меня ужасно осквернять свои волнения, выставляя их перед публикой, никогда не будет известно то, что происходило со мной, и вот среди новых бедствий, обрушившихся на меня, пришла еще и смерть этой женщины. А на него действительно напали новые беды. Во-первых, семейные горести. Сын Лорансы, Альфред де Монзегль, явился к ним голодный, без башмаков, без одежды. Госпожа Бальзак, отдавшая остатки своего состояния Анри, возопила «Онере, сын мой, хлеба!» Сюрвили боролись против чиновников, как Бальзак против газет, в штыки встретивших Лилию. Несчастной Лори, своей милой еретичке, мать давала советы искать утешение в религии. Госпожа Бальзак, Лори Сюрвиль, 3 мая 1836 Да, верующие люди счастливее и лучше неверующих, следовательно, религия, раз она приводит к такому результату, необходима и является благом. Большое число и разнообразие религий доказывает, что у людей всегда была потребность иметь религию. Да, ангел мой, ты вступила в такую полосу своей жизни, когда моральная поддержка необходима. Да, да, любимая моя, ты знаешь молитвы, но ты не ведаешь счастья молиться. Душа твоя еще не удостоилась благодати. Телесное спокойствие и чувство благополучия, которое ты испытываешь, когда я магнетизирую тебя, могут дать тебе лишь слабое представление о силе молитвы. Казалось бы, сравнивать гипнотические пассы с благодатью совсем неблагочестиво. Но госпожа Бальзак делала это самыми благими намерениями, при всей своей бедности. Она все еще стремилась побаловать дочку. Как только он и вручит тебе пятьсот франков для меня, будь добра, уговори одну хорошенькую даму, которой я люблю больше жизни, взять из этой суммы сто франков и доставить мне удовольствие, купив себе в подарок от меня восемь метров кружев. Я этого хочу, это мать тебе приказывает. Она говорила, что ненавидит всех противников сооружения каналов, и не будь она христианкой, свернула бы им шею. А Бальзак заклинал госпожу Ганскую занять теперь место его умершей советчице Лоры де Берни, которая проявляла столько мудрости и столько любви к своему оноре. Ее наследницей я делаю вас, вас, у которой так много благородства, вас, которая могла бы написать письмо, оставленное госпожой де Морсов, да что говорить о нем, ведь это лишь несовершенное отображение постоянного влияния моей умершей вдохновительницы, а ее дело вы могли бы довершить. Только прошу вас, не увеличивайте моих горести постыдными сомнениями. Поверьте, что человеку, обремененному тяжкими заботами, нетрудно снести клевету, и теперь мне надо на все махнуть рукою. Пусть говорят во мне что угодно, а из ваших последних писем видно, что вы поверили таким вещам, которые несовместимы со мной. Ведь казалось бы, вы должны меня знать. И он добавлял, не думаю, что я совершил кощунство, запечатав свое письмо к вам той печатью, которой пользовался в своей переписке с госпожой де Берни. Быть может, это не было кощунством, но, несомненно, оказалось ошибкой. Недоверчивая Эвелина не могла взять на себя ту роль, которую играла великодушная Лора. Гораздо больше способна была на это Зюльма Каро. Она горячо сочувствовала утрате Бальзака. Госпожа Каро Бальзаку, 7 октября 1836 года. Я понимаю, какая глубокая рана в вашей душе, и вместе с вами оплакиваю ангельское создание самых больших страданий, которого вы не ведали. Онере, оказала ли ее смерть влияние на вас, на ваш образ жизни? У меня нет ее прав говорить с вами так, как говорила она, но нет у меня и ее стыдливой щепетильности, так часто заставлявшей ее молчать. Несмотря на вашу просьбу не касаться таких предметов, я все же спрошу вас, разве в тот день, когда судьба нанесла вам столь жестокий удар, вы не поняли, что в жизни есть нечто более важное, чем перочинный нож ценой 800 франков или трость, обладающая лишь тем достоинством, что она привлекает к вам взгляды прохожих? Подумаешь, какая слава для автора Евгения Гранде? Стоическая обитательница Фротеля журила своего друга Бальзака. До какого ослепления довели его эти облака Фемиама, эти светские дамы, эти изысканные Дэнди? Он жалуется, что совсем разорен? Разве не он сам в этом виноват? За восемь лет не раз бывало, что он зарабатывал целое состояние, но долгов у него сейчас больше, чем в начале его писательского пути. Зачем мыслителю проживать такие большие деньги? Зачем ему гоняться за материальными удовольствиями? Разве можно по-настоящему творить, когда тебе приставили нож к горлу? «Оноре, какую жизнь вы испортили? Какому таланту не дали развиться?» Что касается испорченной жизни, она была права, но о таланте думала неверно. «Когда же, дорогой, я увижу, что вы трудитесь ради самого труда? Вы написали бы тогда такие прекрасные, такие замечательные вещи?» Но ведь он и писал их. Несмотря на помехи, буря и излишества, творческий гений не покидал его. Недаром же он сообщал Ганской 1 октября 1836 года, «Для того, чтобы вы знали, до каких пределов доходит мое мужество, я должен открыть вам, что тайна Руджери была написана за одну ночь. Подумайте об этом, когда будете читать рассказ. Старая дева написана за три ночи. Разбитая жемчужина, которой завершилась наконец повесть «Проклятое дитя», написана за одну ночь. «Это мои битвы при Бриенне, Шампобере, Монмиреле, это моя французская компания». Примечание. «Моя французская компания», то есть предельное напряжение всех сил. Французской компанией назывались «Военные действия» 1814 года, которые развертывались после разгрома Наполеона под Лепцигом 1813 год на территории Франции. Старая дева, предназначенная для газеты «Ла Пресс», должна была скрепить одно довольно прохладное примирение. Жерарден писал Бальзаку 1 октября 1836 года. «Вы же знаете, дорогой Бальзак, что наш разрыв ни на минуту не поколебал давней дружбы, которую мы питали друг другу. Я искренне привязан к вам, и мне кажется доказал свою привязанность, а если я в чем-нибудь неправ перед вами, я охотно готов признать это». Тут сквозит благоразумие редактора газеты, не желающего лишиться сотрудничества автора, который имеет успех. А ведь как раз в это время газета Ла Пресс первая решила печатать у себя романы. Журналы уже давно публиковали романы по частям, но теперь по меткой «продолжение следует» задумали привлечь читателей и ежедневные органы печати, чтобы увеличить таким образом число своих подписчиков. Мысль эта принадлежит Жерардену. Бальзак был ему нужен как автор, любимый публикой, автор плодовитый. Замосел романа зародился у Бальзака уже давно. Писатель как зоолог заинтересовался особым видом животного мира старой девой. Ему представлялось, что они, старые девы, мучительно переносят безбрачие, потому что женщины, нарушившие нормальное призвание своего пола, чувствуют себя обездоленными. Лучшие из них заглушают благотворительностью свои подавленные желания и сокровенные сожаления. Другие же становятся злыми, как Софи Гамар в турском священнике. Роза Кормон, богатая обывательница Алансона, жестоко страдала от своего затянувшегося девичества. Сорок два года она мечтала о браке, о детях, и по утрам горничная удивлялась, что постель ее хозяйки вся сбита, перевернута. Роман откровенно физиологичен, старая дева, томимая смятением чувств, колеблется в выборе между двумя претендентами на ее руку, которых привлекает ее богатство и пышный бюст. Один из женихов шевалье де Валуа, престарелый дворянин и большой распутник, еще не прочь пошалить с хорошенькой прачкой Сюзанной. Отличительная черта его внешности огромный нос. Достаточно было бы Лафатеру взглянуть на этот нос, чтобы признать в его обладателе склонность к любострастию. Второй претендент Дебукье, бывший поставщик провианта для наполеоновской армии, в молодости злоупотребляющей наслаждениями, облысел и стрепался. Бедняжку Розу Кормон, ничего не понимавшую в таких делах, обманули широкие плечи и накладной хохол господина Дебукье. Сгорая на огне желаний и надежд, она вышла за него замуж и ее постигло разочарование. А ведь она пренебрегла третьим поклонником, Атаназом Грансоном, молодым человеком двадцати трех лет, непонятным талантом, искренне влюбленным в Розу Кормон, очарованным ее мощными прелестями. Атаназ Грансон это Бальзак до встречи с госпожой Деберни, но Роза Кормон не пожелала играть роль вдохновительницы Грансон. Он покончил с собой, утопился в реке, рожающей Алансон. Госпожа Дебукье, святая женщина, осталась глупа до последнего своего вздоха. Бальзак писал старую деву в тяжелых условиях. В сердце у него не стихала скорбь о Лоре де Берни, вдова Бэше яростно преследовала его за долги. В работе у него было несколько вещей одновременно. Тайна Руджери, фрагмент книги о Екатерине Медичи и повесть «Проклятое дитя», трагическая история юноши, которого ненавидел родной отец, считая его приблудным ребенком своей жены. Для этого рассказа Бальзак использовал некоторые собственные наброски. Однако Жерарден не давал ему покоя. Начало старой девы было напечатано в Ла Пресс, когда конце романа не было еще и в Черне. Целомудренные подписчики жаловались в редакции газеты, протестуя против слишком смелого проникновения Бальзака в область физиологии. Огромная грудь Розы Кормон их шокировала. Даже Лора Сервиль казалось была смущена. Ганская ничего не говорила и отказывалась заменить госпожу Деберни в роли литературной совести Бальзак. Критики насмехались над его верой в теорию Ла Фатера и над притязаниями этой науки разгадывать сердце человеческое и пылкий темперамент по внешним признакам. Другие газеты, которым романы, печатавшиеся Жерарденом в виде фельгетона с продолжением, грозили убытками, так как отнимали у них подписчиков, набросились на автора. Сам Бальзак был уверен, что он написал хорошую книгу, дал яркую правдивую картину провинциального общества, оригинальные живые образы Розе Кармон и ее поклонников. Но в этой своей французской кампании, в которой им было проявлено столько таланта, он оказался один, без союзников. Зато какие блестящие арьергардные бои он вел на улице Батайх, заново отделывая свою квартиру. Как будто не желая упускать случая поупражняться в мотовстве, он приказал изящно декорировать мансарду, чтобы там получилась комната беленькая и кокетливая, как 16-летняя грезетка. Убранство же рабочего кабинета выполнено было в черных и красных тонах, и для этой комнаты он заказал круговой диван с 12 белыми подушками. В том году Антуан Фонтане встретил его в мастерской художника Луи Буланже. Бальзак позировал в белой сутане, скрестив руки на груди и оживленно разговаривал. В дневнике Фонтане имеются следующие заметки. Описание его белых сутан. Дома он не носит другого костюма с тех пор, как побывал в монастыре Шартрес. Он отдает сутану в стирку только один раз. Он никогда не сажает на них чернильных пятен. Вообще он очень опрятен в работе. Надо, кстати, посмотреть, как гармонируют эти сутаны с обстановкой его дома. Там есть и розовые тона. Образцами кистей для гордин ему послужили церковные украшения. Церковь все делает на совесть. Он заказал себе свой знаменитый белый диван в ожидании визита некой дамы из высшего света. И уж понятно, ему нужен был красивый диван. Дама привыкла к изяществу, и когда она очутилась на диване, то не выразила ни удовольствия. Действительно, дама Сара Гидабони Висконти не выразила недовольства и часто приезжала в шайо посидеть на пресловутом диване. Для госпожи Ганской, которой ее зловредная и хорошо осведомленная тетушка сообщала об этой неверности Бальзака, он заказал за счет господина Ганского копию со своего портрета кисти Буланже, так как монашеское целомудрие созданного художником образа казалось ему успокоительным. Я очень доволен, что Буланже удалось передать основную черту моего характера настойчивость в духе Колиньи Петра Великого, смелую веру в будущее. Он не только хранил веру в будущее, но и не терял своей склонности радоваться настоящему. Владелица Верхогни он драматически описывал свою жизнь. Свора кредиторов и свора журналистов преследует его, угрожающий оскалив клыки, он полон скорби душевной, он изнурен. Все это было, увы, правдой. Однако рядом с этим пассивом нужно поместить в графе актив неизменную жизнеспособность Бальзак. Он проигрывает ставку за ставкой, но инстинкт подсказывает ему, что все утрясется. Разве жизнь его не роман? Значит, он выправит его в корректуре. В тот самый день, когда ему пришлось занять на еду у доктора Накара и у старика рабочего более доверчивого, чем светские люди, он покупает себе в долг новую трость за 600 франков. Чем больше его прижимает к стене, тем больше он покупает, желая создать иллюзию своего могущества. А, впрочем, была ли эта иллюзия? Бальзак знал, что, как вот Рен, он найдет в себе силу бросить обществу вызов и победить. В начале 1837 года финансовое положение Бальзака кажется катастрофическим. Он должен на 53 тысячи франков больше, чем в 1836 году. Это отчасти объясняется крахом Кроник де Пари. Впрочем, долги никогда его не пугали. Куда более опасным казалось его положение со стороны юридической. Он, человек, столь сведущий судебной казуистики, допустил неосторожность, дал Дакету в уплату за его паи в Кроник де Пари векселя Верде. Однако Дакет, безжалостный делец, знал, что Верде обанкротился. Он мог взыскать долг только с Бальзака, а так как Бальзак числился некогда коммерсантом, в те времена, когда был хозяином типографии и словолитни, то Дакет имел право потребовать, чтобы его, как несостоятельного должника, арестовали и посадили в долговую тюрьму. Таков был тогда закон. Бальзак видит опасность, но что ему делать? У него нет необходимой суммы, чтобы расквитаться с Дакетом. А кроме того, он болен в городе Холера и Гриб. Несмотря на лихорадку, он заканчивает и правит первую часть утраченных иллюзий. Это еще только прелюдия к большому роману, однако Бальзак должен немедленно ее опубликовать, ему нужны деньги. На какое это имеет значение? Он-то уже видит свою мозаику законченной. Не беда, что несчастье и бедность заставляет его слишком рано положить краеугольный камень. В тот день, когда он снимет леса и откроет все свое творение целиком, обнаружится великолепное здание, кладка которого поражает единством рисунка. А пока что приходилось скрываться от судебных исполнителей, преследующих его поиску Уильяма Даккета. По требованию безжалостного кредитора уже описали знаменитые тельбюри и подушки с цветочным узором. Самого Бальзака приставу не удается захватить. Где он? На улице Батай? Швейцар не знает господина Бальзака. Квартиру снимает не он, а почтенная вдова госпожа Дюран, но ее сейчас нет дома. Судебный пристав ломится в дверь, швейцар грозит притянуть его к суду за насильственное вторжение в чужое жилище, пристава приходится отступить, и тогда швейцар дает ему адрес, улица Прованс, дом 22. Оказалось, что Бальзак снял в этом доме комнату с мебелью, но не живет там. Пристав делает вывод, все с очевидностью доказывает, что господин Бальзак стремится избежать преследований своих кредиторов и для того снимает квартиры на чужие фамилии. Это несомненно, и господин Бальзак с чистой совестью оправдывает свое поведение. Разве не потому у него долги, что он хотел спасти нуждающихся людей? Разве он не помог когда-то бедному фактору типографии, а после него слабохарактерному Жюлю Сандо и вот совсем недавно этому жалкому Варде? Разве он виноват, что постоянно наталкивался на тупиц и бездарности? Бальзак забывает о своих нелепых тратах. Тут и белый бодуар, и трости, инкрустированные драгоценными камнями, и ливрея для кучера. Он искренне верит, что разорился на типографском деле, потому что хотел помочь фактору Барбье. Декламируя свою защиту перед зеркалом, Бальзак видит в нем отражение ни в чем не повинного человека, которого эксплуатировали неблагодарные люди. Эта охота с гончими, в которой Бальзак оказался дичью, изнурила его. Он чувствует, что у него нет ни мыслей, ни сил в душе тоска. Он не может работать. Куда бежать от своры лающих псов? Приходит мысль попросить паспорт в Россию и поискать у ганских убежище на два года, бросив свою репутацию на растерзание глупцам и врагам. И вновь на помощь пришло благодетельное вмешательство супругов Гедобони Висконти. Их претензии по наследству все еще разбирались в Италии, но теперь уже в Милане, получив от Висконти доверенности на ведение дела, Бальзак спешно выехал, на этот раз один. Его доверители оплачивали ему дорогу, а в случае успеха он должен был получить некоторую часть, выигранной в суде суммы. По одну сторону Альп он преследуемый должник, а по другую триумфатор. В Милане его встретили как литературного льва. Правда, женщины, обожавшие писателя, но никогда его не видевшие, были несколько удивлены, что у него красное лицо, бычье шея, повязанное какой-то скрученной ленточкой, изображавшей галстук, густая шевелюра, осененная широкополой фетровой шляпой, но его взгляд укротителя хищных зверей производил обычное свое впечатление. Бальзаку предшествовала легенда о нем. В миланских гостиных только и было разговоров, что о его необыкновенных тростях, о его белой сутане, о его желтых перчатках, а главное о его романах. Италия умеет чтить художников. Вся итальянская аристократия приветствовала Бальзак. Он прибыл 19 февраля 1837 года и остановился в гостинице прекрасной Венеции. Графиня Сан-Саверина рекомендовала его своему брату Альфонсо Порча и своей приятельнице Кларе Мафеи, а княгиня Бальджо-Жозо своим родственникам Тревульцо Литто-Яркинто. Семейство Апоньи австрийским властям, и таким образом он тотчас получил столько приглашений, что не все мог принять. Графиня Клара Мафеи, совсем еще молодая и очень образованная женщина, собирала у себя и светских людей, и людей искусства и науки. Бальзаку доставляло удовольствие осматривать дворцы и музеи в обществе изящной, тоненькой, миниатюрной и грациозной, милой графинечки. Он не мог видеть хорошенькой и приветливой женщины, чтобы не попытать счастья, и стал таким частым гостем у маленькой Мафеи, что ее супруг прочел ей нотацию, хотя сам жил по-холостяцки. Все глаза устремлены на этого знаменитого иностранца. Всем известно, что он проводит в нашем доме целые часы и утром и вечером. Ты читала его романы и должна понять, как хорошо он знает женщин и тонкое искусство обольщать их. Добавь к этому, что в Париже вел весьма рассеянную жизнь и был известен как распутник и безнравственный человек. Не думай, что его безобразное лицо может послужить тебе ко спасению. Ты слишком неопытна. Вспомни, моя крошка Клер, что ты кумир всего Милана. На самом же деле ничего серьезного между ними не было. Этот легкий флирт скрасил жизнь писателя в Милане. Кроме Клары Мафеи, любимцами Бальзака в Милане были князь Порча и его возлюбленная графиня Болоньини. Почти супружеская нежная привязанность этих любовников трогала Бальзака. Ах, если бы мне выпало счастье быть настолько любимым женщиной, чтобы она согласна была жить со мной, писал он в поучении Евыганской. Князь Порча старался сделать для него приятным пребывание в Милане, предоставил в его распоряжении свою коляску и ложу в Ласкало. Стендаль описывал, каким раем был тогда этот театр. Все знатные семьи имели там абонемент, и на спектаклях зрители делали друг другу визиты, переходя из ложи в ложу. Естественность, добродушие, короче говоря, искусство быть счастливым придавали удивительную прелесть миланской жизни. Можно себе представить, как наслаждался Бальзак этой жизнерадостностью после парижского злопыхательства. Пресса приняла его превосходно. Видели вы северное сияние, а господина Бальзака вы видели? Вот два вопроса, которые неизбежно задают вам всякие в эти дни. Но северное сияние почти уже позабыто, а имя господина Бальзака у всех еще на устах. Хвалили его остроумие, живость в разговоре и даже его скромность. Был только один неприятный случай. Какой-то вор, притворяясь, что обнимает Бальзака, украл у него часы с репетиции и золотой ключик, которым они заводились. Но друзья Бальзака энергично повели компанию в защиту его интересов, злоумышленник был схвачен в тот же вечер, и Бальзаку возвратили его прекрасные часы. Миланский воятель Алессандро Путтинати в знак приязни к нему сделал статуэтку, скульптурный портрет писателя. Все хорошенькие женщины приносили ему свои альбомы, и он великодушно писал в них. Кларе Мафеи он начертал «В двадцать три года все будущее впереди». Его повели к великому Монзони. Свидание вышло неудачным. Бальзак не читал обрученных и говорил с их автором о криминологии. Гения рождаются под одним и тем же знаком зодиака, а посему не привлекают друг друга. Примечание Монзони Алессандро 1785-1873 годы итальянский писатель романтик. Его роман «Обрученные» 1827 год считается классическим произведением итальянской литературы. Что касается судебного процесса Гидобони Висконти, то тут перспективы были не блестящие. После госпожи Константен осталось три наследника. Сын ее от первого брака граф Эмилио Гидобони Висконти, друг Бальзака, внук ее Гальвания, мать которого умерла раньше бабушки, и Лоран Константен, сын покойный от второго брака. В завещании она разделила половину своего состояния между тремя наследниками, а вторую половину завещала целиком своему последушу и любимцу Лорану. Спорная часть наследства была невелика 73 760 миланских ливров. Бальзак, достойный ученик нотариуса Геоне Мервиля, доказывал на суде, что, став по второму браку французской подданной, госпожа Константен должна была уважать французские законы о правах наследований, и значит ее завещание недействительны. В конце концов, он добился мировой сделки и отвоевал 13 тысяч ливров, каковую сумму надлежало разделить между графом Эмилио и несовершеннолетним в Гальванье. Да еще надо было вычесть из нее 4 тысячи ливров за оплату путевых издержек Бальзака и за гонорар Стряпчему. Для того, чтобы соглашение утвердили, нужно было получить согласие барона Гальванье, зятя госпожи Константен и отца несовершеннолетнего наследника. Он жил в Венеции. Бальзак рассудил, что путем переписки дело никогда не закончить и сам отправился в город Дожий. Он приехал туда в унылый дождливый день и остановился в гостинице Альберто Реале. В наши дни она называется Отель Даниели, где в роскошную обстановку номеров входило даже фортепиано. Бальзак занимал, не зная этого, те самые апартаменты, в которых в 1834 году жили Жорж Сант и Мюссе. Бальзак писал Кларе Моффеи, «Если позволите мне говорить искренне, признаюсь вам без фотоства и пренебрежения, что Венеция не произвела на меня такого впечатления, какого я ожидал. Художники жанристы, добавлял он столько раз, преподносили нам «эля пьяца», «эля пьяцетта», изображенные в настоящем или выдуманном свете, что подлинная их картина меня не возволновала, и мое воображение можно было уподобить кокетке, которая устала от всевозможных видов головной любви, и когда сталкивается с настоящей любовью, той, что обращается к голове, к сердцу и к чувствам, причудницу нисколько не затрагивает эта святая любовь. Примечание «Ла пьяцца площадь», так называет Венеция площадь святого Марка, «ла пьяцета», примыкающая к ней небольшая площадь. Он пишет также, ибо и в венецианском путешествии он занят был ухаживанием за мафеей. «Я отдал бы всю Венецию за один славный вечерок, даже за один час, за четверть часа удовольствия посидеть у вашего камелька. Я видел здесь целую уйму мафеи в виде великого множества статуэток, но не всякой статуэточной красавице удается походить на Клару мафеи, и только когда мраморная головка мне очень понравится, я мафеизирую ее». Он и в самом деле разыгрывал страсть к маленькой мафеи, но ведь разыгрывать страсть, это значит и немного чувствовать ее, не правда ли? Говоря о таком чудесном изобретении, как венецианская гондола, он добавляет, «Но признаться, я в отчаянии, что не могу прокатиться в гондоле с дамой моего сердца». А дамой его сердца была тогда не версальская графиня, а миланская. Мужчина-изменчив. Два дня спустя засверкало солнце, и Венеция наконец привела Бальзака в восхищение. Однако тут его встретили далеко не так тепло, как в Милане. Газеты отзывались о нем иронически, почти враждебно, потому что он не счел нужным поухаживать за мелкими литераторами. И граф Тулио Дандоло послал газета Дивенеция неприличную статейку об одном обеде с Бальзаком. Зато возложенное на Бальзака поручение было выполнено с успехом. Барон Гальванье дал согласие на полюбовную сделку, и Бальзак выплатил ему долю его сына 4500 ливров. На следующий день он выехал в Милан. Представления Бальзака об Италии и об итальянцах очень изменились за время его второго путешествия в эту страну. Прежде он изображал итальяных женщинами легкомысленными. После 1837 года он будет видеть в них образец верности, если не супружеской, то по крайней мере верности в любви. Его друзья, красавицы Клара Мафеи и Евгения Боланьени вызывали у него и чувство восторга и уважения. Француженка невероятно серьезно относится к вопросам приличия, а итальянка мало о них заботится, не защищается ни малейшей чопорностью, так как знает, что находится под покровительством единой своей любви, священной как для нее, так и для других. В этом Бальзак согласен со своим другом Бейлем. Примечание, то есть Стендалем, настоящее имя которого было Анри Бейль. Он рассчитывал вернуться во Францию через Геную, но в Генуе он неожиданно попал в карантин, ему пришлось выдерживать срок в ужасном помещении, которое не годилось бы даже быть тюрьмой для разбойников. Там Бальзак встретился с генуэзским коммерсантом Петци, который рассказал ему о деле, сулящем сказочное богатство. Древние римляне, разрабатывавшие серебряные рудники в Сардинии, оставили в отвалах целые горы породы, которые они по тогдашнему уровню техники не могли использовать. В выброшенной среброносной свинцовой руде дремали миллионы. Бальзака привела в восхищение мысль об этой исторической и романтической спекуляции, и он решил в самое ближайшее время пробудить спящие миллионы. Путешествие освежило его душу и дало отдых мозгу. Теперь его уже тянуло к перу и чернильнице. Пробыв некоторое время во Флоренции, где он упивался живописью, он вернулся на почтовых в Милан, затем в 25-градусный мороз перебрался через перевалы Сен-Готтарт, где снег лежал с угробами в 15 фута высотой. Хотя у нас было 11 проводников, я не раз подвергался смертельной опасности и едва не погиб. Надо, конечно, учитывать склонность Бальзака к преувеличениям, а может быть, это была просто страшная сказка, предназначенная для Евы Ганской. Бальзак госпожа Ганской 10 мая 1837 года Вот я и вернулся к своим трудам. Одно за другим опубликую теперь Цезаря Биротто, выдающуюся женщину и Гамбара, закончу утраченные иллюзии, потом всесильный банк и художников, а затем полечу на Украину, где мне, может быть, улыбнется счастье написать пьесу, которая положит конец плачевному положению моих финансов. Таков мой боевой план. Он и в самом деле задумал написать пьесу и казалось пьесу многообещающую. Действие этой пьесы, которую он хотел назвать «Старшая продавщица», должно было происходить в предместе Сен-Дени, в лавке такого же типа, как «Дом кошки, играющий в мяч». Старшая продавщица, своего рода тортюф в юбке, становится любовницей хозяина, царит в доме своего любовника, преследует его жену и дочерей. Сюжет был выбран хорошо, тем более, что, как говорил Бальзак, тортюф женского рода куда более опасен, чем мужчина, ибо располагает более действенными способами утверждения своей власти. Героем второй задуманной пьесы должен был стать господин «Придом», образ целиком и без стеснения заимствованный у Анри Монье. Жозеф «Придом» олицетворении луи-филипповской буржуазии, национальных гвардейцев, среднего класса, казался Бальзаку еще более комичным, чем Фигаро и Тюркаре. Пьесе он хотел дать название «За мужество девицы Придом». Интрига была задумана искусно, оставалось только выполнить замысел. Примечание Тюркаре, герой одноименной комедии французского писателя Алендренелли Сажа 1668-1747 годы, лакей, разбогатевший благодаря всяким темным махинациям и сделавшийся откупщиком, его стараются обобрать и одурачить, пользуясь его глупостью и тщеславием. Но в глубине души Бальзак предпочитал романы. Он обращался к театру лишь в надежде, которая всегда бывала обманута, поправить свои денежные дела. Однако в мае 1837 года у него еще было немного денег, маленький гонорар, выплаченный ему из наследства Гидобони Висконти. Не могло быть и речи о том, чтобы умиротворить кредиторов с помощью этой суммы. Ведь деньги, уплаченные взаимодавцем, потеряны для радости жизни. Но несчастная мать Бальзака поистине патетически вопияла о своей нужде. Надо признать, что он уже два года очень мало заботился о ней. На улице Батай его ждало письмо от нее, адресованное на имя вдовы Дюран. Госпожа Бальзак Оноре Шантильи апрель 1837 года Затянулось твое путешествие Виталию, милый мой Оноре, а я уже так давно не видел и тебя и не получал от тебя весточки. Не могу привыкнуть к таким порядкам. Вопреки своему обещанию, ты не пишешь мне уже более двух лет, и только по газетам, которые приносят мне знакомые дамы в Шантильи, я узнаю, где ты и что делаешь. Если не жаловаться, ты сочтешь меня бесчувственной, а жаловаться, пожалуй, буду тебе докучать. Ох, как печально, сын мой, стать ненужной или не очень ты любимый. Милый сын, раз ты мог тратиться на каких-то приятелей, вроде Жюля Сандо, на любовниц, на оправы для тростей, на персни, на столовый серебро, на мебель, то твоя мать может со спокойной совестью потребовать, чтобы ты исполнил свое обещание. Она ждала до последней крайности, но вот крайность эта пришла. Богатство последний оплод нелюбимых стариков. Эта фиктивная сила заменяет им все, что они потеряли. О, Боже мой, почему ты не дал мне богатство, наивно жалуется матушка Бальзак. У нее больше ничего нет. Она уже не обладает умением пугать своих детей пристальным взглядом. Она едва сохранила способность растрогать их. Сюрвили помогали ей сколько могли, но они сами нуждались. Генерал Померель и его супруга не раз проявляли щедрость к Сюрвилю, строителю каналов, финансируя его проекты. Они беспокоились, потом стали возмущаться, видя, что работы все не начинаются. «Самое печальное то, что даже перспектива денежной выгоды никого не привлекает», наивно писала Лора. Такого же мнения держался и генерал Померель. Пытаясь задобрить его, Лора бралась покупать в Париже для генеральши баронессы Померель платья, шали, ткани, ночные чепчики, кружевные наколки, которых не найдешь в магазинах фужер. Лора стойко переносила превратности судьбы и радовалась, что ее муж нисколько не утратил бодрости. И все же ее мучили заботы. «Две дочери. Их надо вырастить, воспитать. Денег нет. Мать разорена. Брат расточитель». В 1836 году Лора заболела от тоски и печали. Анри причинял своим родным столько неприятностей, что они поручили Онере избавить их от него, убедив младшего брата возвратиться на острова, куда он наконец и отправился в декабре 1836 года. Но из Пенбефа, где Анри ждал прибытия корабля, он написал, что ему нечем заплатить в гостинице. «Помоги мне, добрая моя сестричка». А добрая сестричка сама бедствовала и нуждалась в помощи. Стервиль старел, от забот его голова посидела. Он все в хлопотах, все бегает, пишет, ночами не спит. «Как я благодарен господину Померелю и его супруге за их доверие!» все твердит он. Доверие, однако, сильно поколебалось. Баронесса Померель даже стала сомневаться в таланте Онере Бальзак. Тогда семейные чувства взяли верх надо всем, и Лора вступилась за своего брата. Он намерен нарисовать полную картину нашего времени. Судить о его творении в целом мы сможем лишь, когда оно будет завершено. В этой мужественной отповеди выражена верная мысль, и все-таки с марта 1837 года госпожа де Померель перестала отвечать на письма Лоры. Нужно обладать душевным величием, чтобы сохранить дружбу к тем, кто нанес ущерб нашим материальным интересам. Лору связывала с братом нежная и неизменная дружба, их великое утешение. В сентябре 1836 года Лора в день своих именин решила доставить себе удовольствие навестить брата. «Дела ее мужа идут неважно», писал Бальзак Ганской, «да и жизнь у Лоры не ладится, вяло течет где-то в сумраке, и прекрасные силы этой женщины иссякают в никому неведомой бесславной борьбе. Какой алмаз пропадает в житейской грязи!» В день ее именин мы вместе поплакали, да еще бедняжка держала в руке часы, она могла побыть у меня лишь двадцать минут. Муж ревнует ее ко мне. «Подумайте!» Прибежала навестить брата тайком, точно на любовное свидание. Ждать помощи от Сервилей матери уже не приходилось, они сами сидели на мели. На ее сетование сын отвечал так. «Дорогая матушка, я как на поле битвы, сражение идет ожесточенное, не могу ответить тебе подробным письмом, но я хорошо взвесил и обдумал, как нам лучше поступить. Полагаю, что тебе надо прежде всего приехать в Париж, потолковать со мной часок, и мы договоримся. Мне гораздо легче беседовать устно, чем писать, и думается, все может устроиться так, как того требует твое положение. Приезжай, куда тебе захочется, на улицу Батай или на улицу Кассини, и там, и тут тебя ждет комната сына, у которого сейчас от каждого слова твоего письма, все переворачивается внутри. Приезжай, как можно скорее, прижимаю тебя к сердцу. Хотел бы я сейчас быть на год старше, тогда тебе не пришлось бы беспокоиться за меня. Ты бы увидела, что передо мной самое надежное будущее. Письмо было сердечно и полное доброты, но, как сказал бы сам Бальзак, от него не прибавлялось наличных у старухи, сидевшей без хлеба и без огня. Сизифов труд И настал час, когда Сизиф уже не мог больше ни плакать, ни улыбаться, ибо натура его уподобилась тем каменным глыбам, которые он вечно перетаскивал. Бальзак Возвращение из Италии после трех месяцев сладостной жизни было ужасным. В отсутствие Бальзака на улице Батай накопилось груды неоплаченных счетов, а он в 1837 году был беднее, чем в 1828. Несмотря на то, что он трудился девять лет и достиг известности, у него было долгов на 162 тысячи франков, и он не мог рассчитывать на поступление денег в ближайшее время, так как романы, за которые уже заранее уплатили гонорар, только еще зарождались в его воображении. И вдобавок он наткнулся на свирепого кредитора в лице Даккета, желавшего во что бы то ни стало добиться его ареста. Но неужели писатель, который был триумфатором в Милане и в Венеции в гости итальянских князей, свою жизнь в долговой тюрьме? Оставьте, оставьте эту бездну скорби, ведь я же говорил вам, не подступайте к ней близко, писал он таинственной Луизе. Принимать во мне участие это значит страдать. Прежде всего нужно было ускользнуть от судебных приставов. Они уже знали о двух его квартирах. Где укрыться? В Афропеле упреданы ему зюльмы коро? Там его тотчас обнаружат. Ах, если бы его бывший секретарь из Кроник-де-Пари, кардинал де Белуа, мог обеспечить ему комнату, тайну, хлеб и воду. Белуа подсказал ему сюжет для рассказа Гамбара, но комнаты не мог предоставить. Оставалось прибегнуть к незаменимым друзьям Гедобоне Висконте. Графиня великодушно приютила Бальзака в своих апартаментах. Она жила тогда на Елисейских полях в доме номер 52. Поступок героический. Они с мужем совсем обнищали, кроме того, она бросала вызов общественному мнению и рисковала очень многим. Она не побоялась этого. Как и многие англичанки, она любила все блестящее и экстравагантное. Ей хотелось перцу, остроты в сердечных утехах, вроде того, как многие англичане добавляют в пищу жгучие приправы, чтобы подстегнуть свой аппетит. Все романтическое, трудное, эксцентричное страстно увлекало Сару Лоуэлл. Бальзак тайком поселился в ее доме и тотчас принялся за работу. Одно из самых удивительных черт бальзаковского творчества, надо считать то, что, работая под давлением неотложной необходимости, он никогда не забывал о своей основной задаче и уверенно воздвигал колоссальный монумент, стройный, соразмерный во всех своих частях. В 1837 году он должен был, согласно договору, написать несколько рассказов, чтобы дополнить философские этюды, закончить роман «Выдающаяся женщина», которой ждала газета «Ла Пресс», и дать Альфонсу Карру, новому издателю Фигаро, роман «Цезарь Бирото». И как не восхищаться, что, работая на хозяев как батрак, он создавал одну за другой чудесные книги. Из своих путешествий по Италии Бальзак привез образы и сюжеты для новых рассказов. Больше, чем когда-либо, его преследовала мысль, что слишком страстная любовь художника к искусству может убить его произведение. Когда музыкант пытается воспроизвести ангельскую музыку, люди перестают понимать его. Бальзак и сам изведал такую опасность и такую неудачу, создав Серафиту, неудачу благородную. Он уже пробовал в неведомом шедевре изобразить слишком большого художника Френхофера, который в жажде совершенства губит свое творение, ибо отходит от природы. Но в первом варианте этого рассказа недоставало теории художественного творчества, которую мог бы создать себе художник. Теофиль Готье поделился с Бальзаком своим опытом художника-любителя и критикой искусствоведа. И это помогло Бальзаку превратить рассказ «Философский этюд». В повести Гамбара он берет тот же сюжет. Героем ее является гениальный музыкант, гениальный, но непонятный, потому что понять его невозможно. Агюсте де Белуа сделал набросок этого рассказа. Морис Шлезенгер напечатал его в своей музыкальной газете. Бальзак совершенно переделал рассказ, и с помощью немецкого композитора Якова Штрунца добавил к нему два пространных анализа опер «Магомед» и «Роберт дьявол». Бальзак говорил о себе, что он полнейший невежда в музыкальной технике. Примечание. «Магомед» II, 1820 год, первоначальное название оперы «Рассини» «Осада Каринфа», «Роберт дьявол», 1831 год, опера немецкого композитора Нейрбера. Музыкальная партитура мне неизменно представляется колдовской тарабарщиной. Оркестр всегда кажется каким-то нелепым, странным, скопищем уродливых деревянных инструментов, более или менее изогнутых труб, более или менее молодых физиономий оркестрантов с пудренными волосами или подстриженных в кружок. Над лицами возвышаются грифы контрабасов или их перечеркивают очки или же физиономии приникают к медным спиралям и кольцам, а то наклоняются над бочками, которые почему-то именуются барабанами. На всем этом сборище играют отблески света, отраженного рефлекторами. Все оно усеяно нотными тетрадями, производит более или менее в лад какие-то странные движения, сморкается, кашляет. На самом-то деле Бальзак понимал толк во всех искусствах. Он восхищал самую Жорж Санд, когда высказывал свои взгляды на музыку. Яков Штрунц взял на себя техническую сторону в рассказе Гамбара, но оказался слишком нагорячив. только Бальзак мог сделать приемлемыми для читателя эти длинные технические отступления. Квартет Гури Ле Мажор модуляции Фа Диас Минор тема начинается на Доминанте Ми, затем повторяется в Ле Мажоре и так далее на протяжении десяти страниц. Вписать в свой рассказ эти термины не представляло большого труда для автора. У всякого другого они были бы просто невыносимы, но в потоке захватывающего бальзаковского драматизма проходили незаметно. В рассказе Максимилла Донни, опубликованном в 1839 году, написанном однако в 1837 году, Бальзак применил эти идеи и к любви и к музыке. Избыток страсти убивает искусство, так же, как он убивает иногда мужскую силу. Мужчина может спасать перед обожаемой женщиной и проявить себя темпераментным любовником с куртизанкой, которую он не любит. Так и прекрасный тенор может самым жалким образом сорваться в ту минуту, когда он испытывает возвышенное музыкальное волнение. Если художник на свою беду полон страсти, которую хочет выразить, ему не удастся передать ее, ибо он сам воплощение страсти, а не образ ее. Искусство идет от ума, а не от сердца. Если сюжет произведения властвует над вами, вы становитесь его рабом, а не господином. вы тогда подобны королю, замок которого осожжен народом. Чересчур сильно чувствовать в ту минуту, когда надо осуществлять замысел, это равносильно мятежу чувств против дарования. Словом, воображение истощает силы человека, и он уже не способен действовать. Мысль не только убивает, она лишает мужественности. Этот рассказ Бальзака, один из самых лучших и самых смелых, развертывается в двух планах. Эмилио, князь Вореский, безумно влюбленный в Массимилу Дони, герцогиню Котонелло, знает, что его ждет неизбежная фиаско, если он попытается овладеть ею. Дженовезе, первый тенор оперы, великолепно поет, когда на сцене нет его партнершей Клары Тинтии, которую он любит, тогда как она любит Эмилио. Но возле Клары он ревет, как осел. Один французский врач подсказывает спасительный выход, но Семила Дони, чистая и непорочная красавица, для спасения Эмилио должна сыграть неприглядную роль кортизанки, которая согласна на этот подлог, лечь в его постель и таким образом обмануть своего возлюбленного с ним самим. Только и всего, с улыбкой отвечает она врачу, если нужно, я превзойду Клару Тинтии, чтобы спасти жизнь своему другу. Быть может, роман Стендаля Арманс подсказал писателю этот скользкий сюжет. Бальзака всегда преследовали мысли о физиологии любви. Гениальной выдумкой было уподобить бессилию любовника бессилию художника и приписать их неудаче избытку страсти. Рассказ был подкреплен прекрасными тирадами об искусстве Россини, которыми Бальзак вновь обязан был Якову Штрунцу. Как того требовал принцип перехода персонажей из одного произведения в другое, рассказ был связан с другим рассказом «Гамбара», где Массимила Дани, перескочившая из одного повествования в другое, спасает жизнь старому музыканту. Бальзаку всегда было достаточно нескольких часов, чтобы понять характер города или общества. В рассказе Массимила Дани он описал «Венецианское дворянство», когда-то первое в Европе, а теперь, увы, в конец разорившееся. Среди гондольеров встречаются потомки былых дожей, принадлежащих к более древней знати, чем нынешние властители, знатные люди Венеции и Генуи, писал Бальзак, не носили титулов. Самым высокомерным гордецам достаточно было называться Кверини, Дориа, Бриньоли, Морозини, Мочениго. Он описывает, как грустит его герой Эмилио Мемми, который оплакивает старую Венецию и не может не думать о прежних днях, когда из всех окон старинного дворца Мемми лились потоки света, когда у столбов его причала на канале теснили сотни привязанных гондол, когда на лестнице, которой лапзали волны, толпились нарядные маски, когда в большой зале, уставленной накрытыми столами, раздавались веселые голоса пирующих, а в окружавший зал ажурной галереи звучала музыка, и, казалось, вся Венеция стекалась в дом, оглашая смехом мраморные лестницы. А ныне голые стены лишившиеся прекрасных гобеленов, потемневшие потолки безмолвно льют слезы. Больше нет в покоях турецких ковров, нет красивых люстр, убранных гирляндами цветов, нет статуй, нет картин, нет больше ни веселья, ни денег, могущественного посредника веселья. Венеция, этот Лондон средневековья, падала камень за камнем, человек за человеком. Мрачная зелень, которую лагуна поддерживает и ласкает у подножия дворцов, казалась князю черной каймой, которую провела природа в знак траура. И вот, наконец, обрушился на Венецию как ворон на труп, великий английский поэт, и прокаркал ей в лирической поэзии которая служит первым и последним языком человеческого общества станции мрачного из глубины я воззвал погребальный псалом. Английская поэзия, брошенная в лицо городу, который породил итальянскую поэзию. Бедная Венеция. Примечание. Обрушился на Венецию великий английский поэт имеется в виду одок Венеции Байрона. Быстро угадывая интуиции и чувства своих друзей, Бальзак понял гордую печаль угнетенной Италии. Рассказывая в повести Массимилло Дани о представлении в театре Фениче оперы Россини Моисей, он показал, насколько эта тема стремления порабощенных евреев вырваться из неволи была созвучна тайным страданием слушателей. Не возносится ли музыка ближе к небу, чем все другие искусства, раз она может в двух музыкальных фразах сказать, что значит родина для человека. Когда раздаются первые аккорды арф в прелюдии к молитве освобожденных евреев, Массимилло Дани замирает и, облокотившись на бархатный барьер ложи, слушает, подпирая голову рукой. Зрительный зал бурными аплодисментами требует повторения молитвы. Мне кажется, будто я присутствовал при освобождении Италии, думал обитатель Милана. Эта музыка заставляет поднять склоненную голову и порождает надежду в самых унылых сердцах, воскликнул римлянин. «Пойте!» шептала герцогиня, потрясенная последней строфой, исполнявшейся так же, как ее слушали с мрачным энтузиазмом. «Пойте! Ведь вы свободны!» Нельзя не восхищаться тем, что Бальзак, когда дела его были так расстроены, когда его преследовали кредиторы и издатели, нашел в себе силы так замечательно воплотить свои итальянские впечатления. Он всегда любил музыку. В Италии он почувствовал, как много музыка говорит душе, пробуждая в ней воспоминания и смутные, быть может, никогда еще неизведанные волнения. Бальзак Ганской Вчера пошел послушать бетховенскую симфонию до минор. Бетховен единственный человек, вызывающий у меня зависть. Я скорее хотел бы быть Бетховеном, чем Россини или Моцартом. Есть у этого человека дивное могущество. Нет, дарование писателя не дает таких радостей, ведь мы рисуем что-либо законченное, определенное, а Бетховен бросает нас в беспредельность. Кроме итальянских рассказов, он написал за один месяц, а не за четыре дня, как надеялся, выдающиеся женщину, чиновники. Роман занял в газете La Presse 75 столбцов. В этом проклятом месяце я провел почти без сна 30 ночей. Вряд ли я спал больше 60 часов за все это время. Мне некогда было бриться, и при всем моем отвращении ко всякой рисовке я все-таки хожу с козлиной бородой, как члены молодой Франции. Лишь только закончу это письмо, приму первую за месяц ванну, думая об этом с некоторым страхом, боюсь, что ослабеет все фибры моего существа, ведь я дошел до предела, а надо снова впрячься в работу, чтобы закончить Цезаря Берота. Он становится просто смешным из-за постоянных отсрочек. К тому же Фигаро уже десять месяцев тому назад уплатила мне за него деньги. Сначала Бальзак намеревался придать героине романа выдающейся женщине некоторое сходство со своей сестрой Лорой Сервиль, написав историю привлекательной и чисто любивой женщины, пытающейся добиться продвижения по службе мужа, человека более скромного, чем она, и протолкнуть его к труднодоступным вершинам. В романе Селестина Рабурден вышла за чиновника, правителя канцелярии в Министерстве финансов. Так же, как и Сервиль, Рабурден не знал своего отца. Этот невидимый и влиятельный сановник помог Рабурдену в начале его карьеры, а затем перестал о нем заботиться, вероятно, потому, что умер. Селестина, порядочная и красивая женщина, с трудом сводит концы с концами в своем хозяйстве. Утром в капоте в старых шлепанцах, кое-как причесанная, она сама заправляет лампы, сама ставит кастрюли на огонь. Портрет усердной хозяйки, засигнутой врасплох среди ее тайных утренних хлопот, Бальзак списал с Лоры Сервиль. И вот на сцену выступает Клеман Делюпо, секретарь министра, который насильно врывается к Селестине и находит, что в небрежном одеянии она прелестна, что плохо застегнутая ночная кофточка заманчиво приоткрывает грудь. Делюпо, от которого зависит карьера Робурдена, ведет себя дерзко. Селестине Робурден хочется и сохранить добродетель и добиться для мужа повышения по службе. К несчастью, Робурден наделен своего рода административным талантом, дарование весьма опасное для чиновника. Бальзак хорошо знал чиновничий мир. Этот мир описывали ему и Эмиль Жерарден, и Лоран Жан и Анри Монье. Он вывел на сцену министерство и создал из этого блестящую комедию. Образы Робурдена не достает выпуклости и силы, но второстепенные персонажи Бесиу, Дюток, Пуаре и десяток других фигур, набросанные рукой мастера, показаны и в служебной обстановке и в частной жизни. Бальзак не может только затронуть сюжет, он всегда его углубляет, и роман, который должен был нарисовать семейную драму, стал широким историческим полотном. При Наполеоне всевластие императора отсрочило развитие бюрократии, задержало тяжелый занавес, который, опустившись, должен был отделить осуществление полезных замыслов от того, почему приказы они осуществляются. При конституционном правительстве у министров положение шаткое, они заняты борьбой за свое существование, защищаются от нападок палаты, а тем временем царят чиновники канцелярии, сотворившие себе из косности кумир, который именуется докладной запиской и убивает любое мероприятие. Самые прекрасные деяния в истории Франции совершались тогда, когда не существовало еще никаких докладных записок и решения принимались немедленно, говорится, в чиновниках. Бюрократия, сплошь состоявшая из посредственных умов, обратилась в препятствие к процветанию страны. Бюрократия по семь лет мариновала в своих папках проект какого-нибудь канала, намек на мытарство Сюрвиля, старалась увековечить различные злоупотребления, надеясь тем самым увековечить собственное существование. Такие размышления привели Робурдена и Бальзака к мысли о необходимости коренной перестройки административного аппарата. Число министерств сократить до трех, держать них поменьше чиновников, зато удвоить и даже утроить им оклады. Вот что требуется. Надо установить личный налог и налог на движимое имущество. Косвенные же налоги по мнению Бальзака и Робурдена необходимо отменить. Во Франции о личном состоянии человека вполне можно судить по его квартире, по количеству слуг, по лошадям и роскошным выездам, и все это поддается обложению. Налоги будут тяжелыми, но это не страшно. Бюджет нельзя представлять себе в виде несгораемого шкапа, он скорее подобен лейке. Чем больше она зачерпывает и выливает воды, тем больше земля процветает. Надо отметить, что эти идеи, весьма новые в ту пору, противоречили взглядам легитимистской партии. Автор романа, так же, как и его герой, плыл против течения. Ксавьера Бурдена ждет неминуемое опало, но в несчастье его утешит верность жены красавицы Селестины. А кто утешит Бальзака? Пока он разрабатывал финансовые планы Робурдена, пристава коммерческого суда, на который возлагалась обязанность заключать в тюрьму несостоятельных должников, ухитрились добраться до Бальзака даже в квартире супругов Гидобони Висконти. Последние приказали своим слугам говорить, что господин де Бальзак тут не живет, но в дело замешались предательства и хитрости. Некая ревнивая Ариадна выдала тайну писателя. Пристав коммерческого суда, переодетый форму служащего почтовой конторы, заявил, что он пришел не для того, чтобы требовать деньги с господина де Бальзака, наоборот, он сам принес ему посылку и шесть тысяч франков. Такой уловки оказалось больше, чем достаточно, чтобы выманить волка из леса. Бальзак прибежал. Мнимый почтовый агент схватил его за полу халата и сказал, «Именем закона арестую вас, господин де Бальзак, если только вы не уплатите мне сейчас же тысяча триста восемьдесят франков и сумму новых судебных издержек». Дом уже успели оцепить. Надо было выполнить требования или идти в тюрьму. Госпожа Гедобони Висконти заплатила, хотя и сама находилась в стесненных обстоятельствах. Эти схватки с кредиторами и эти волнения убивали Бальзака, и все же он мог гордиться сделанной работой. Гамбара, массими ладони, выдающаяся женщина. Надеюсь, дровосек достаточно нарубил дров, надеюсь, чернорабочий не сидит, сложа руки. И тем не менее, когда Бальзак осмеливался выйти из своего тайника, еще находились парижане, которые спрашивали у него, «Ну что, вы ничего новенького не собираетесь выпустить?» На бульваре он встретил Джеймса Ротшильда, и тот осведомился, «Что вы сейчас поделываете?» Хотя роман «Выдающаяся женщина» уже две недели как печатался в газете «Ла Пресс». Ах, как изнурял его этот сизифов труд, как мучительно было непрестанно вкатывать на гору каменную глыбу. В письмах госпоже Ганской он все перебирал свои вечные обиды. «Неужели мне надо в пятый или шестой раз объяснять вам причины моей нищеты?» И вновь начинались жалобы. В 1828 году родные отказали ему в куске хлеба. Позднее его закабалил скаридный латуш. Потом обанкротился в РД. Ростовщики, давая деньги в долг, драли по 20%. Потом случился пожар на улице Поде-Фер. Потом произошел ужасный крах Кроник-де-Пари. Эвелина упрекает его за расточительность? Но ведь для человека, у которого каждый час стоит 50 франков траты на лошадь и экипаж, сущая экономия. Да и если писатель не имеет вида богатого человека, издатели будут его обирать. Если у вас не вызывает восхищение человек, который, неся время такого долга, одной рукой пишет, другой сражается, никогда не совершает подлости, не унижается ни перед ростовщиком, ни перед журналистами, никого не умаляет, ни кредитора, ни друга, не падает духом самой недоверчивой, самой эгоистичной, самой скупой в мире стране, где дают взаймы только богачам, где писателя преследовала и преследует клевета, где говорят про него, что он сидит в долговой тюрьме, тогда как он в это время был возле вас в Вене, если такой человек не вызывает в вас восхищения, значит, вы ничего не знаете о делах мира сего. Еваганская и в самом деле ничего не знала о делах парижского мира, и Бальзак втайне жалел, что больше нет у него драгоценной советчицы, великодушной Лоры де Берни, которая вселяла в него бодрость в дни его юности, помогала стать писателем, воспитала его вкус. Никогда она не боялась написать на полях рукописи плохо, фразу надо переделать. Ему так хотелось, чтобы Эвелина Ганская заменила умершую. Милая душечка, поймите же своим светлым умом, озаряющим сиянием, ваше прекрасное чело. Поймите, что я полон слепого доверия к вашим суждениям о литературе. В этом отношении я считаю вас наследницей ангела, утраченного мною. Все, что вы мне пишете, точно становится предметом долгих моих размышлений. И поэтому я жду с обратной почтой вашей критики по поводу старой девы, как хорошо умела все подмечать та, что была мне очень дорога, та, которую я считал своей совестью и голос, который все еще звучит в моих ушах. И вот прошу, перечтите роман и страница за страницей делайте свои замечания, отмечая точно, какие образы, какие мысли вас скоробят, указывая, следует ли их убрать и заменить другими или только внести в них поправки. Говорите без всякой жалости и снисхождения. Смелее, дружочек. Госпожа Ганская отнюдь не была глупа или недостаточно образована для того, чтобы стать литературной совестью Бальзака. Ей недоставало того, что отличало Лору де Берни бескорыстного восхищения писателем и вместе с тем ласковой откровенности в своих суждениях. В переписке Бальзака с чужестранкой, да и во всех их взаимоотношениях, несмотря на любовные воспоминания, не чувствуется душевного согласия. Эвелина порицала, проповедовала, рассуждала, а он все вздыхал, что их разделяет и взгляды, и расстояние. И снова он пускался в жалобные сетования. Поток фраз, где глагол «быть» поставлен в настоящем времени, напоминал порою монолог из «Женить бы Фигара». В 1827 году я хочу оказать услугу фактору типографии, а из-за этого в 1829 году оказываюсь обремененным долгами на сумму в 150 тысяч франков и остаюсь без хлеба в жалкой чердачной коморке. Мимоходом я уподобляюсь Дон Кихоту, защитнику слабых, надеясь поднять дух Жюли-Сан-Дои и трачу на это слабое существо 4-5 тысяч франков, которые могли бы спасти кого угодно, но уж только не его. Мне 38 лет, я погряз в долгах, уже седина серебрится в моих волосах. Ах, Эвелина, Эвелина, как ты мучаешь меня! К началу лета 1837 года Бальзак мечется, как раненый зверь. Великолепный мозг отказывается работать. В одном легком при выступивании слышна целая симфония хрипов. Добряк доктор Накар, неустанный спаситель, встревоженный посылает своего пациента в Саше, предписав ему не работать и развлекаться, делать прогулки. Разумное предписание — не работать. Да ведь нужно закончить Цезаря Бирота и написать банкирский дом Нусингена. Развлекаться, делать прогулки, но ведь он кашляет по-стариковски. Бывают минуты, когда у него пропадают все силы, вся энергия, и он жалуется в письме Ганской. Я дошел до того, что больше не хочу жить. Надежды у меня слишком отдаленные, достигнуть спокойствия я могу только ценой непомерного труда. Если б можно было поменьше работать, я безропотно подчинился бы своей участи, но у меня еще столько горести, столько врагов. Поступила в продажу третья книга философских этюдов, а ни одна газета ни словом не обмолвилась об этом. Главное же его приводит в ужас Париж. Париж это кредиторы, Париж это мерзкая национальная гвардия, которая все-таки разыскала его и пишет ему с коварной насмешкой господину де Бальзаку, именуемому также вдова Дюран, литератору, стрелку первого легиона. Но ведь Париж это еще и бесподобное зрелище, покрытое асфальтом бульвары, освещенной фигурными бронзированными фонарями, в которых горит газ. Нет, Бальзак не может обойтись без этой царицы всех городов, без ее непрестанной пестрой ярмарочной суеты. Только надо укрыться от драконовских требований национальной гвардии, поселившись в трех лье от грозной властительницы. По возвращению из Саше его мечта принимает определенную форму. Он решил купить скромный домик в одном из пригородов, достаточно близкого от Парижа, чтобы можно было вечером, когда захочется послушать музыку, за час доехать до итальянской оперы. Но эта хижина должна находиться и достаточно далеко от столицы, чтобы служить убежищем от приставов коммерческого суда и от старших сержантов буржуазного воинства. А чем же человеку, погрязшему в долгах, заплатить закупленный дом? Но когда Бальзак чего-нибудь страстно хочет, он не желает заниматься подсчетами. Жизнь представляется ему тогда романом, в котором он придумывает один эпизод за другим. Прежде всего, затевается великолепное дело. Скоро начнут издавать полные собрания его сочинений с виньетками и премии для подписчиков. Издание будет основано на тех же началах, что и Тантина Лафаржа столь любезное сердце Бернара Франсуа Бальзака. Кто же откажется подписаться, когда лица, дожившие до конца издания, получат вместе с собранием сочинений Бальзака еще и 30 тысяч франков дохода? Затем он напишет для театра две, три, пять комедий, а ведь каждому известно, сколько денег приносят пьесы, а потом может умереть Венцеслав Ганский, тогда Бальзак женится на его вдове, станет владельцем верховни, и у него будут полны карманы золота. И, наконец, в Сардинии высятся целые горы отходов на серебряных рудниках Древнего Рима, и отвалы эти ждут только Бальзака, чтобы из них заструилось серебро. Раз у него столько возможностей, он должен купить дом. Но какой дом? Он знал очаровательную утопающую в зелени деревню Вильдавре на дороге в Версаль. Олимпия Пелесье часто принимала его там. Живя в этой деревне, он находился бы близ Версаля, и, следовательно, близ супругов Гидабони Висконти, и за полтора часа мог бы на кукушке доехать до итальянской оперы. Сначала Бальзак снял тут квартиру, разумеется, на имя Сервиля, А в сентябре 1837 года он нашел в местности именуемой Жарди участок земли и лачугу, принадлежавшие ткачу по фамилии Варле. Цена владения 4500 франков, плюс издержки. На следующий же день он купил и соседний участок, заплатив 6850 франков. И в конце концов он в 1839 году уже владел 40 акрами земли, стоимость всего приобретения 18000 франков. Примечание Кукушка во времена Бальзака небольшой дилежанс на 5-6 мест, курсировавший в окрестностях Парижа. Называется мой скромный уединенный уголок Жарди, и на этот клочок земли я забрался как червяк на лист салата. Бальзак задумал предоставить домик ткача своим друзьям Гидабоне Висконти, финансировавшим покупку, для себя же построить флигель, поручив это дело Сервилю, который был инженером, а следовательно и архитектором. Живя в Жарди, он был бы в сущности в Париже и вместе с тем не жил бы там. Ему не пришлось бы платить ни ввозных пошлин, ни чрезмерных налогов. Он бы укрылся здесь от нахального любопытства маленьких газет. Постройка дома обошлась бы в 12 тысяч, а с земельным участком и меблировкой 40 тысяч франков. Квартирная плата и то бывает больше. Правда, у Бальзака не имелось 40 тысяч франков, но, получив задаток в 1500 франков, подрядчик согласился начать работы. Что ж, оставалось только закончить роман Цезарь Биротто и написать банкирский дом на Сингена. Сизиф засучил рукава и ухватил свой обломок скалы. Охота за сокровищем Бальзак был воплощением желания, вечно возрождающегося желания, устремления к будущему, уверенности в своих силах преодолеть любые препятствия, с которыми он непрестанно вынужден бороться. Вся жизнь его обращена к будущему. Гаэтан Пикон Еще в 1833 году Бальзак рассказывал Зюльме Коро о Цезаре Биротто, а в 1834 году он писал Ганской «У меня в работе капитальное произведение Цезарь Биротто, его герой брат того Биротто, которого вы знаете. Так же, как и первый, он жертва на жертва парижской цивилизации, тогда как старший брат, турский священник, жертва лишь одного человека, ангел, которого попирают ногами затравленный честный человек. Замечательная получится картина». Тогда он рассчитывал дать этот роман Верде для Тома своих философских этюдов. Затем он написал другие книги, путешествовал, а тем временем Верде обанкротился и Биротто был отложен. Верде уступил за 63 тысячи франков компании книгоиздателей эксплуатацию будущих произведений Бальзак. Консорциум согласился выдать Бальзаку аванс сумме 50 тысяч франков и, кроме того, платить ему ежемесячно по 1500. Писатель должен был получать не авторский гонорар, а половину прибыли. В 1836 году газета «Фигаро», которая перешла в руки другого издателя, купила Биротто у консорциума, чтобы дать роман своим подписчикам в качестве премии. Газета поместила уведомление. При трехмесячной подписке на «Фигаро» 20 франков подписчикам бесплатно высылается премия «История величия и падения Цезаря Биротто», владельца парфюмерной лавки, кавалера ордена почетного легиона, помощника мэра второго округа города Парижа. Новая сцена парижской жизни, написанная господином де Бальзаком, еще ни разу не изданная в двух томах в одну восьмую листа. Бальзак госпожа Ганской 14 ноября 1837 года Мне предлагают 20 тысяч франков за Цезаря Биротто, если он будет готов к 10 декабря. Мне написано только полтома, остается написать еще полтора, но нужда заставила меня обещать, придется работать 25 ночей и 25 дней. В это время Бальзак уже получил корректурные оттиски романа, но поправкам предстояло разрастись во всех направлениях. Горькая нужда заставила писателя обещать, а счастье творчества убудило развернуть сюжет. Биротто был этюдом, посвященным парижской торговле, сначала носивший семейный характер, какой ее знали господа Саламбье и владелец лавки скобяных товаров Даблен. Затем такой, какой она стала в те времена, когда перемещается центр ее тяжести, который, по словам Мориса Бардеша, постепенно удаляется от улицы Сен-Дени и осторожно приближается к Фобор Сен-Тоноре, когда крупный торговец уже не называется купцом, но еще не именуется негациантом, когда над витринами с выставкой товаров красуются живописные вывески с развивающимися флажками, когда приказчики обедают в комнате за лавкой, а ночуют в мансарде, когда старший приказчик, прослужив десять лет, женится на хозяйской дочке, словом, торговля, соответствующая гибридной фазе французской экономики, ибо торговля еще сохраняла свои патриархальные привычки, а на улицах уже появлялись чудовища и чудеса, возвещающие об успехах капитализма, великолепные омнибусы, особняки, занятые коммерческими банками или акционерными обществами. Цезарь Биротто, крестьянин, который поддался из деревни в Париж и преуспел в кустарной парфюмерии. На его ждало разорение, когда он бросил свое дело и пустился в спекуляцию, ставшую язвой нового времени. В те годы менялись прежние нравы. Биротто и его жена, их друзья Рагон Пильдеро, их приказчик Ансельм Папино в глазах Бальзака люди добродетельные. Добродетель их весьма относительно. Цезарь Биротто, например, знает, что его кефалическое масло не оказывает никакого влияния на волосяной покров. Чтобы выпустить свое снадобье на рынок, он пользуется невежеством покупателей, молчанием ученых и глупостью лысеющих стариков. Позднее он выдает так называемые дружеские векселя, что, по мнению судьи Папино, представляло собою начало мошенничество. Бальзак прощает ему такие приемы. Дела это дела. Но банкротство остается в глазах героя романа и в глазах автора нестерпимым позором. Родители Бальзака разорились ради того, чтобы избавить сына от такого несчастья. Цезаря Биротто, рыцаря буржуазных понятий о чести, позор банкротства убил, подобно выстрелу из пистолет. Роман этот с полным основанием отнесен к этюдам о нравах, ибо он рисует среду, прекрасно знакомую Бальзаку, который сам вышел из нее, рисует тот мир, где невидимые нити связывают две вывески королеву роз и кошку, играющую в мяч. А вместе с тем это философский этюд, поскольку лавка противопоставлена банку, архаическая чистота нравов современной развращенности, а главное здесь анализируется сила навязчивой идеи, которая послужила причиной смерти Цезаря Беротта, сраженного чрезмерной радостью нежданного оправдания. Самая большая беда Цезаря Беротта состоит в том, что он глуп, как и его брат, турский священник. Он наивно доверился Нусингену, Клапарону и Дютие, так же, как аббат Франсуа Беротта доверился вероломному Труберу. Цезарь Беротта не предвидел возможности разорения, к которому его привело собственное тщеславие, зато он благородно реабилитирует себя, отдав в уплату долгов весь имеющийся у него актив, вместо того, чтобы нажиться на своем банкротстве, как это сделал бы на его месте Гранде Элину Синген. В романе возникает также, говорит Олен, тень Катона Старшего в образе москотельщика Пильеро, прототипом которого Бальзаку послужил дядюшка Даблен. Не нашлось бы, пожалуй, другого состояния, нажитого более достойным, более законным, более честным путем, чем состояние Пильеро. Никогда он не запрашивал цену, никогда не гонялся за покупателями. Таков был и Даблен, торговец с кабинными товарами, человек большой души и верный друг. Итак, с одной стороны Катон из кабиной лавки и античные добродетели, а с другой банкиры, дельцы, дисконтеры, ростовщики. Замечательная книга. Какое в ней превосходное знание предмета. Бальзак мог вложить в нее и пережитые им самим треволнения должника, преследуемого кредиторами, свой опыт по части просроченных векселей и быстро надвигающегося краха. Какое широкое историческое полотно и какая строгость построения. Медленному восхождению Цезаря к вершинам успеха противопоставляется симметрически построенная картина его постепенного упадка, величие и падение. Первая часть кончалась балом, который дают супруги Беротто, желая отпраздновать награждение парфюмера орденом почетного легиона. И, несомненно, отдаленным образцом этого празднества явился бал, данный Дабленом по случаю бракосочетания своей племянницы девицы Пепен-Леалер. Бальзак писал тогда Ганской «Нынче вечером иду на бал. Я и вдруг бал. Ничего не поделаешь, придется пойти, любовь моя. Дает этот бал единственный мой друг, с готовностью оказывавший мне услуги». Чтобы выразить счастье Цезаря Беротто, Бальзак в романе обратился к Бетховену, к торжественному финалу его симфонии до минор и передал ее в зрительных образах. В конце второй части романа Цезарь, добрая слава которого восстановлена благодаря его честности и стараниям преданных друзей, вдруг слышит, как у него в голове и в сердце отдаются могучие звуки симфонии. Это возвышенно прекрасная музыка заискрилась, засверкала, запела трубными звуками в его усталом мозгу, для которого ей суждено было стать трагическим финалом. Никогда французская литература не создавала такую великолепную буржуазную эпопею, картину до мелочей точную и величественную. Но автор порой сомневается в своем творении. «Не знаю, как у меня получился Цезарь Беротто», пишет он Ганской, «Скажите свое мнение до того, как мне удастся его издать и прочесть в напечатанном виде. Сейчас я питаю к нему глубочайшее отвращение и могу только проклинать его. Так он меня утомил». Рядом с Беротто Бальзак рисует другую створку диптиха «Банкирский дом Нусингена» или «Искусство наживать богатство, поставив себя выше законов». Агнцу, обреченному на заклание, каким оказался Цезарь Беротто, противостоит хищный волк. Банкир Нусинген нарочно прекращает платежи, желая напугать кредиторов и выкупить по дешевке свои векселя. Этот финансист возвысился не путем усердного труда, а благодаря своей смекалке. Нусинген не страшится волнений на бирже, как моряк не страшится бури. Он знает, что курс ценных бумаг повышается и понижается, как морской прилив. Волны прилива и отлива несут его. Вокруг Нусингена теснятся чистолюбцы, понявшие суть игры. Растиньяк и дютие обогащаются, жертвы Боденор и Рагон разоряются, следуя глупым мнениям советчиков. Всю эту историю рассказывает в отдельном кабинете ресторана четыре циничных кондотьера прессы и финансового мира. Андо Швино, Эмиль Блонде, Жан-Жак Бессиу и начинающий, но уже посвященный в стратегические маневры банкир Кутюр. Эти свидетели, насмехаясь над Биротто, утверждают, что в тех обстоятельствах, при которых Биротто умер от волнения, Нусинген стал бы пэром Франции и получил бы офицерский крест почетного легиона. Гланде в заключении приводит слова Монтеские «Законы — это паутина, крупные мухи сквозь нее прорываются, а мелкие застревают». Что касается Бальзака, мы его находим повсюду в этих двух пророческих книгах. Он был Цезарем Биротто, но он понимает и психологию Нусингена. Он хотел бы стать растиньяком и оживляет своим остроумием реплики Бесио и Блонде. И разве сам Бальзак не является одним из тех герзких бакланов, рожденных в пене, венчающих гребни изменчивых волн его поколений? Но долги захлестывает его, он боится, что кончит так же, как Биротто и в утешении себе создает фигуру Нусингена. Очень тяжел был 1837 год. Огромная правка в корректурных листах Цезаря Биротто, которые нужно было сдавать в определенные сроки, заставляла Бальзака работать день и ночь, и он работал, поставив ноги в горчичную ванну, чтобы избежать опасности кровоизлияния в мозг. Седины в волосах у него еще прибавилось, но он чувствует, что силы его иссякли. 1 января 1838 года он пишет Зюльмек Ро. Привет 1838 году! Что бы он нам не принес, какие бы горе не скрывались в складках его одеяния, не стоит сетовать. От всего есть лекарства. Этим лекарством служит смерть, и я не боюсь ее. Спасаясь от таких мыслей, Бальзак ищет убежище во Фротеле. Он надеется поработать там над продолжением утраченных иллюзий, но он так устал, что чувствует непреодолимое отвращение к писательскому труду, и уже очень обидна ему несправедливость критики. Напрасно он создает шедевр за шедевром. Критика отказывается поставить его в один ряд с Шоттебрианом, Ламартином или Виктором Гюго. Ему предпочитают Эжена Сю, на литературном горизонте уже поднималась, поблескивая фальшивыми камушками, звезда этой новой знаменитости. Зачем же ему убивать себя таким неблагодарным трудом, когда он видит перед собой огромное богатство? Протяни руку и бери серебряные рудники в Сардинии. Стоит только приобрести конца сил, и он достигнет свободы, он будет богат. Но Бальзак не решается поговорить о своих замыслах с финансистами. Какой-нибудь дютее украдет у него идею. Он открылся только майору Карро, славному и ученому человеку, инженеру, окончившему политехническое училище. Проект Бальзака не показался ему нелепым. Однако он не захотел участвовать в изысканиях или финансировать предприятие. Карро не отличался энергией, он обладал огромным умом математического склада, принадлежал к числу людей, которые судят о жизни без всяких иллюзий, и, не видя в ней логической цели, спокойно ждут смерти, чтобы быть в расчете со своей эпохой. Как же сколотить необходимые для путешествия деньги? Бальзаку пришлось прибегнуть к последним оставшимся ему верными друзьям, доктору Накару и портному Бюйсону. Матушка и одна небогатая родственница тоже пришли на помощь, отдав последние крохи. Перед отъездом из Фротеля Бальзак, находившийся там, близко от Ноана, решил повидать Жорж Санд. Некоторое время у них были довольно холодные отношения из-за Жюля Сандо, но теперь Бальзак разделял те чувства, которые великая Жорж питала к маленькому Жюле. «Это конченый человек», говорил он. К тому же госпожа Ганская коллекционировала автографы, а ей хотелось получить автограф писательницы. В феврале 1838 года Бальзак из Фротеля написал Жорж Санд, прося у нее разрешение совершить паломничество в Ноан. «Я не хотел бы уехать, не увидев львицу Бери в ее логове или соловья в его гнездышке». Жорж Санд тоже не любила ссориться с гениальными людьми. Она тепло пригласила Бальзака. Он приехал 24 февраля. Бальзака Ганская Я добрался до замка Ноан в субботу на Масленице в полвосьмого вечера. Жорж Санд я нашел в огромной одинокой спальне. Она была в домашнем костюме, курила после обеда сигару у камелька. На ней были красивые домашние туфли из желтой кожи, отделанные бахромой ажурные чулки и красные шаровары. Нравственный ее облик все тот же, зато отрастила двойной подбородок, словно каноник, на голове ни одного седого волоска, несмотря на ужасное ее несчастье. Все такое же смуглое лицо, все так же блестят прекрасные глаза, по-прежнему у нее глупый вид, когда она задумывается. Изучив ее хорошенько, я ей говорил когда-то, что у нее весь ум сосредоточен в глазах. Она живет в Нуане уже год, живет печально, очень много работает, ведет приблизительно такой же образ жизни, как и я, ложится спать в шесть утра, встает в полдень, а я ложусь в шесть часов вечера и встаю в полночь. Но я, разумеется, приноровился к ее привычкам, и мы с ней в течение трех суток разговаривали. Начинали после обеда с пяти часов вечера и кончали в пять утра, и за эти три дня наших бесед я лучше узнал ее, да и она меня, чем за четыре года, когда она приходила ко мне ради Жюля Сандо, которого тогда любила, и потом, когда была близка с Мюссе. Мы встречались и в ее доме, так как я изредка бывал у нее. Для нас полезно было увидеться, так как мы откровенно поговорили о Жюле Сандо. Я меньше всех осуждал ее за то, что она покинула Жюля. Могу лишь глубоко сочувствовать ей, так же, как и вы посочувствуете мне, узнав, с каким человеком нам пришлось иметь дело, ей в любви, а мне в дружбе. Все глупости, которые она натворила, могут только послужить ее славе в глазах людей прекрасной и высокой души. Она была обманута Мари Дорваль, Бокажем, Ламене и так далее. Из-за той же доверчивости она обманулась в листье госпоже Дагу. Но только теперь она поняла свое заблуждение как в отношении этой четы, так и в отношении Дорваль, ведь Жорж Санд блещет умом только у себя в рабочем кабинете, а в реальной действительности ее легко надуть. Два великих человека, столь опытные в женской психологии, проговорили всю ночь о браке, о любви, об условиях существования женщины. Бальзак полагал, что он обратил Жорж Санд в свою веру и убедил ее в социальной необходимости брака. Из Ноана он привез сюжет для романа «Каторжники любви», история Франца Листа и Мари Дагу, которую Жорж Санд рассказала Бальзаку и отдала ему эту тему, так как сама воспользоваться ею не могла. Примечание «Каторжники любви» одно из первоначальных названий романа «Беатриса», 1839 год. Кроме того, она заразила его модным пороком. Она научила меня курить кальян и латакию, писал Бальзак госпожа Ганской. Это сразу стало моей потребностью. Новое увлечение позволило мне отказаться от кофе, разнообразить возбуждающие средства, необходимые мне для работы. Когда Бальзак курил, мысли его текли легко, он не чувствовал усталости. Прекраснейшие надежды рождаются в душе, и уже не как иллюзии, они воплощаются в живые образы, порхают как тальяни и не уступают ей в грации. Вам ведь это знакомо, курильщики. Глаза ваши видят в природе дивные красоты, трудности бытия исчезают, жизнь становится легкой, голова ясной, серая атмосфера умственного напряжения делается голубой. Но вот странное явление. Занавес этой чудесной оперы сразу опускается, как только угаснет кальян, сигара или трубка. По правде говоря, ему не нужен был кальян для того, чтобы надежды его становились уверенностью. История с серебряными рудниками в Сардинии лишний раз показывает, каков был бальзак в столкновении с действительностью. Странное явление. Человек такого большого ума, так прекрасно разбиравшийся во всяких хитростях делового мира, умевший угадать с точностью прокурора все уловки какого-нибудь Нусенгена, не способен был, едва он сам делал какие-нибудь шаги в практической жизни, принять простейшие меры предосторожности. Он обладал самым проницательным умом своего времени и проявлял столько здравого смысла в отношении создаваемых им персонажей и их действий, но не в отношении самого себя и своих дел, подобно тем великим адвокатам, которые плохо ведут в суде свои собственные дела. А ведь сколько было оснований проявить недоверчивость и осторожность в задуманной авантюре. Встреченный в Генуе итальянский негациант Джузеппе Петци заранил искру в легко воспламеняющееся воображение Бальзака. Петци обещал прислать образцы горной породы, он их не прислал. Это могло означать, что он хочет оставить предприятие за собой. А где же собственно находятся горы отходов, о которых шла речь? Бальзак этого не знает. Да как же ему профанно определить ценности руды и ценности обвалившихся копий? У него нет никаких специальных инструментов. Он не ведает, кому обратиться за получением разрешения на разработку. Он очень плохо знает итальянский язык и не может поэтому собрать сведения на месте. Он просто воплощает в жизнь романтическую историю, которую уже написал в 1836 году для «Кроник де Пари», дав ей название «Фачино Кане». В этой новелле рассказчик встречает старика-музыканта, играющего на кларнете. Музыкант называет себя последним потомком старинного венецианского рода, давшего республике многих сенаторов, и говорит, что он якобы знает, где спрятаны сокровища прокураторов, где хранятся миллионы принадлежащей светлейшей республики. Но Фачино Кане слеп и не может отправиться один на поиски клад. Ошеломленный такой тайной, рассказчик взволнованно смотрит на седовласого старика-музыканта, считая несчастного сумасшедшим, и ничего не отвечает ему. Схватив свой кларнет, Фачино Кане заиграл печальную венецианскую песенку «Баркаролу», для которой вновь обрел талант своей молодости, талант влюбленного Патриция. Мне пришло на память на реках Вавилонских. «Мы поедем в Венецию», воскликнул я, когда он встал. «Наконец-то я встретил настоящего мужчину», скричал он, весь вспыхнув. «Баркаролу». Фачино Кане умер, проболев два месяца, и рассказчик забывает о венецианском кладе. Бальзак-ромонист считает Фачино Кане помешанным. «Бальзак-человек поддается, как Фачино Кане, безумной мечте о реках серебра. Он теперь только и грезит, что о потоках золота, о горах алмазов», говорит Теофель Готье. Он просит своих ясновидящих искать зарытые сокровища. Он уверяет, что ему известно, где Тусен Лувертюр после восстания в Сан-Доминго зарыл свою добычу. Он так хорошо описал все обстоятельства дела и места действия, что просто заворожил Теофиле Готье и Жюля Сан-До. Примечание Тусен Лувертюр 1743-1803 вождь восставших негров на острове Гаити, в то время называвшийся Сан-Доминго, в 1802 году был выдан французским властям, умер в крепости. Было условлено, что они купят кирки, зафрахтуют брик и втайне отплывут на нем. Словом, целый роман. «Надо ли говорить», замечает Готье, «что нам не удалось откопать клад Тусен Лувертюра?» «У нас едва хватило денег на покупку кирок». Рассказчик Фаачино Кане не едет в Венецию. Бальзак же отправляется в Сардинию с такими ничтожными средствами, что должен спешить. Из Марселя он пишет 20 марта Зюльме Каро. «Наконец-то я в двух шагах от цели и могу вам сказать, вы плохо знаете меня, полагая, что мне необходима роскошь. Пять ночей и четыре дня я ехал на империале, выпивал молока на 10 сут в день. Сейчас спешу вам из марсельской гостиницы, где номер стоит 15 сут, а обед 30 сут. Но вот увидите, при случае я буду ненасытным». В Марселе он узнает, что оттуда в Сардинию суда не отплывают. Надо плыть через Корсику. Через несколько дней у меня, к сожалению, одной иллюзией станет меньше. Ведь всегда, когда дело подходит к развязке, вдруг перестаешь верить. Завтра еду в Тулон, а в пятницу буду в Аятчо. И заячо, постараясь пробраться в Сардинию. Матери он пишет «Я остановился в отвратительной гостинице, просто дрожь берет, но с помощью бань выкручиваемся». В Корсике ему пришлось пробыть пять дней в карантине из-за холеры, вспыхнувшей в Марселе. В утешении себе он осматривает дом Наполеона, жалкую лачугу, дочитает в библиотеке Аятчо английские романы «Гранди, сон и панелла», ужасно скучные и глупые. Но Корсика великолепная страна ему понравилась, так же, как и первобытные нравы ее обитателей. Здесь нет ни гулящих девок, ни театров, ни читальных залов, ни общества, ни газет, зато нет и никаких мерзостей, свидетельствующих от цивилизаций. Женщина не влюбляется в иностранцев, мужчины целый день прогуливаются и покуривают. Леность невероятная. В городе восемь тысяч душ, кругом нищета, крайнее невежество в вопросах самых злободневных. Я пользуюсь здесь полнейшим инкогнито, сообщает он в письме Ганской. Но один офицер и один студент узнали его. Увы, какая досада! Теперь уж людям невозможно вести себя плохо или хорошо так, чтобы это не стало достоянием гласности. Наконец, ловцы кораллов переправили его в Сардинию, причем все питались только рыбой, пойманной в пути. Добраться до копии оказалось тяжким делом. В Сардинии тогда не было ни дорог, ни экипажей, ни постоялых дворов. Бальзаку пришлось ехать верхом, а он не садился седло уже четыре года. Девственные леса, гигантские вечно зеленые дубы, никакой еды. А прибыв в Арджентиеру, он узнал, что некая марсельская фирма, вошедшая в компанию с Генуэссен Петси, уже произвела анализ отходов, нашла там подтверждение надежд Бальзака и выхлопотала через местных властей королевский декрет, разрешающий возобновить разработку копий. Как и во всех своих деловых предприятиях, Бальзак проявлял зоркость взгляда, но терпел поражение, едва только приступал к осуществлению своих замыслов. Компания арджентиерских серебряных копий в скором времени принесла ее основателям прибыль в миллион двести тысяч франков, которой так жаждал Бальзак. Но и Бальзак получил возмещение за свои труды и убытки. Пока негациант Петци осаждал префектуры, романист Бальзак писал Цезаря Беротто. Два произведения были несовместимы. Второе, более высокое, приводило к неудачам в житейских делах. Госпоже Ганской он сообщал, «Не очень броните меня, когда будете отвечать на это мое послание, написанное в дороге. Помните, надо утешать побежденных. Я очень часто думал о вас во время своего путешествия, полного приключений, и воображал, что вы всего только один раз скажете, кой черт понес его на эту галеру». Примечание слова Жеронта, скупого отца из комедии Мольера «Плутни Скопена». Он возвратился во Францию через Геную и Милан, где мог рассчитывать на банкира супруга Висконти. Второе пребывание в Милане было менее приятным, чем первое. Однако братская приязнь князя Порча избавила его от гостиницы. В его распоряжении была предоставлена комнатка, где он мог спокойно работать. гостеприимному князю Порча и графине Болоньени он позднее посвятил один из лучших своих романов «Блески нищета куртизанок» и повесть «Дочь Евы», где в посвящении он говорит «Французов обвиняет в легкомыслии и забывчивости, но, как видите, постоянством и верности воспоминаниям «Я сущий итальянец». Роман «Блески нищета куртизанок» со временем станет одной из самых широких фресок Бальзака, но в 1838 году еще не было ни заглавия, ни плана этого произведения. В Милане, немного скучая о парижских бульварах, он набросал первый эпизод «Торпиль». Это была история любви к красавцу Люсьена Дерюбамбре из утраченных иллюзий и о сэр Гопсек проститутке в доме терпимости прозванной «Торпиль», то есть электрический скат, из-за того, что ее небесная прелесть наэлектризовывала мужчины и приводила их в отцепенение. Однажды в свой свободный день она встретила Люсьена в театре Порт-Сен-Мортен и сразу влюбилась в него до безумия. Она вырвалась на волю и прожила с ним счастливо три месяца. Но на балу маскараде в опере ее в домино узнали и разоблачили жестокие насмешники. Чувствуя, что для нее все погибло, она попыталась покончить с собой. Ее спас некий священник и, поняв, как глубока и смиренно ее любовь, решил отдать торпиль в монастырский пансион, превратить проститутку в благовоспитанную девицу. Повесть должна была появиться в 1838 году в газете «Ла Пресс». Но Жерардену боялся возмущения подписчиков и без того уже шокированных романом «Старая дева». Что за безобразие! Воспитанница монастырского пансиона была в недавнем прошлом обитательница дома терпимости. Повесть «Торпиль» была напечатана в РД в том же томе, что и выдающаяся женщина и банкирский дом Нусингена. В Милане у князя Порча Бальзак отделал только первую ее половину. Радушные хозяева предоставили ему однако полную возможность работать. Милан, в котором австрийскому императору в скором времени предстояло короноваться как королю Ломбардии, на этот раз уделял Бальзаку мало внимания и он затусковал по родине. При виде безоблачного лазурного неба у него сжималось сердце. По контрасту вспоминались мглистые небеса Франции. У него как будто отняли душу, отняли жизнь. Он мечтал вновь очутиться в своем дорогом аду, в неблагодарном и жестоком Париже. 20 мая ему исполнилось 39 лет. Начинается для меня год, в конце которого я буду принадлежать к большой армии смирившихся душ, писал он Ганской, ведь в дни моей несчастной юности, тяжких мук, сражений, веры в будущее, я дал себе клятву прекратить всякую борьбу, когда достигну сорокалетнего возраста. Никогда еще так, как на этом роковом рубеже, приближаясь к сорока годам, он не испытывал столь острой потребности где-то прочно обосноваться, наконец, иметь собственный домик и жить в нем с женщиной своих грез. Но кто бы мог стать теперь женщиной его грез? Те, которые его поддерживали в дни молодости, ушли из жизни одна за другой. В 1836 году, вернувшись из Италии, он узнал о смерти Лоры до Берни, а, возвратившись из поездки в 1838 году, узнал, что умерла Лора де Бронтес. Парижская наставница кончила бедняжка весьма печально. После нескольких лет литературного успеха она изведала горечь неудач. Бальзак больше не работал за нее. Она знала, что должна потерять его как возлюбленного, к этому она была готова, но ей хотелось сохранить его как друга и правщика ее произведений. Моя старая дружба не обидчива, бог мой. Старая дружба и молодая любовь, радость и душе. Госпожа Добронтес сняла на улице Ларош-Фуко нижний этаж дома и попробовала вновь создать у себя салон. Многие друзья откликнулись на приглашение. Жилье-Тарикамье, Брольи, Ноай, даже Виктор Гюго, верный воспоминаниям о временах империи. Теофиль Готье прозвал хозяйку салона герцогиня Абракадабрантес. Она руководила у графа Жюля де Костелана трупой актеров-любителей, принадлежавших к светскому обществу, но в число актрис приняла слишком много дам почтенного возраста. Маленькие газетки назвали эту затею театром полишенелей. Игра старости и случая всегда печальная. Потом пришла нужда. Книгоиздатель Лавака отказывался от рукописей герцогини и не давал ей субсидий. Пришлось выехать из красивых апартаментов, удовольствоваться крошечной квартиркой. Наступил день, когда кредиторы продали с молотка всю обстановку на глазах у герцогини, которая болела желтухой и была прикована к постели. Больную положили в клинику, а так как денег у нее не было, поместили ее там в мансарде. В больнице она и умерла в возрасте 54 лет. За гробом ее шли Гюго, Шатабриан, Дюма, госпожа Рекамье. Друзья умершей хотели похоронить ее на кладбище Перла-Шес и поставить там памятник, но муниципалитет отказался отвезти участок для могилы, а министр внутренних дел отказал в глыбе мрамора для памятника. Почему? Виктор Гюго выразил свое возмущение в прекрасных стихах с плавным ритмом. «У мрачного пророка и у музы прославлены». «У нас одни права. Вовек нерасторжимы наши вузы. Я сын солдата, а она вдова». И так же, как взывал я к Вавилону, целуя знамя легендарных дней, «Верните императору колонну!» кричу теперь «Могилу дайте ей». В ночь смерти Лоры Добронтес Бальзак ехал при лунном свете через перевал Сен-Готтарт, занесенный снежными сугробами. Два месяца спустя он написал Ганской, «Из газет вы, вероятно, узнали о печальной участи бедной герцогине Добронтес. Она кончила так же, как кончила империя. Когда-нибудь я расскажу вам об этой женщине. Мы проведем с вами славный вечерок в Верховненской усадьбе». Какое забвение, какой урок, жизнь возлюбленной, когда-то страстно желанной, станет предметом уютной беседы в славный вечерок. Но ведь Бальзак никогда не любил Лорадо Бронтес так, как любил Лорадо Берни. Первая пользовалась его услугами, вторая преданно служила ему. С какой грустью вспоминал он в письме Ганской дорогого своего друга. 15 ноября 1838 года. «Душевное мое состояние менее удовлетворительно, чем телесное». Я старею, чувствую потребность в дружеском обществе и каждый день с грустью вспоминаю обожаемое создание, которое спит вечным сном на сельском кладбище близ Фонтенбло. «Моя сестра очень меня любит, но никогда не сможет приютить брата». Всему преградой неистовая ревность мужа. «Мы с матерью совсем не подходим друг к другу. Единственной опорой мне остается труд, если только не будет возле меня родной семьи, а я очень хотел бы, чтобы она была у меня. Добрая жена, счастливое супружество, увы, я уже не надеюсь на это, хотя кто больше меня создан для семейной жизни?» Полное счастье в любви всегда оставалось для Бальзака только надеждой, только мечтой. Конечно, Лора, существо совершенное, ангельское сердце, сама грация и изящество подарила ему много счастливых часов, давала ему драгоценные советы, но ведь она была на 22 года старше меня, писал Бальзак Ганской, анализируя свои чувства. И если нравственный мой идеал был превзойден в ее лице, то телесная сторона, которая много значит, оставалась непреодолимой преградой. Его беспредельная страстная любовь, жажда которой живет в моей душе, до сих пор еще не нашла утоления, мне не доставало половины всего ее блаженства. У Зюльмы Коро, конечно, прекрасная душа, но дружба не заменяет любовь, ту простую повседневную любовь, когда тебе доставляет бесконечное удовольствие слышать в твоем доме ее шаги и ее голос, шелест ее платья, словом, все то, что я, хоть и не в полной мере, изведал несколько раз за последние десять лет. Вот что Ева Ганская могла бы дать ему, если бы верила в него. Но она недоверчива, она преувеличивает любую опасность, вместо живого онора Бальзака выдумывает какое-то воображаемое существо, журит его, наставляет, обвиняет. Объясните мне, пожалуйста, чем я заслужил ниже следующие относящиеся ко мне слова в вашем последнем письме. Природное легкомыслие вашего характера. В чем же состоит мое легкомыслие? В том, что уже двенадцать лет я без отдыха тружусь над огромным литературным творением? Или в том, что уже шесть лет у меня в сердце только одна привязанность? Или в том, что уже двенадцать лет я работаю день и ночь, чтобы уплатить огромный долг, который мать навязала мне из-за самых нелепых расчетов? Или в том, что, несмотря на все мои мучения, я не повесился, не пустил себе пулю в лоб, не утопился? Или в том, что непрестанно работая, я делаю хитроумные, хотя и неудачные попытки сократить срок своих каторжных работ? Объясните же мне, может быть, в том мое легкомыслие, что я избегаю всяких развлечений, всякого общества и всецело отдаюсь своей страсти, своей работе и уплате долга? Или в том, что я написал двенадцать томов вместо десяти? или в том, что книги эти не выходят регулярно? Или в том, что я пишу вам с неизменным упорством и постоянством и всегда посылаю вам чей-нибудь автограф? В этом мое невероятное легкомыслие. Ради Бога скажите, не бойтесь. Легкомыслие характера, право, ваше суждение подобно мнению добропорядочного буржуа, который, видя, как Наполеон озирает поле битвы и поворачивается направо, налево, во все стороны, изрек бы «этот человек не может спокойно постоять на месте». Удивительное непостоянство характер. Сделайте мне удовольствие. Пойдите в ту комнату, где вы повесили портрет бедного своего мужика, взгляните на него, посмотрите, какие у него широкие плечи, широкая грудь, широкий лоб и скажите себе, вот человек самый постоянный, совсем нелегкомысленный и очень положительный. Это будет вам наказанием. Совсем нелегкомысленный человек. Может быть, но человек, которого очень нелегко удовлетворить, он живет такими обширными замыслами, что никакие силы, даже сверхчеловеческие, не могут их осуществить. Чего же он хочет? Всего. Он был безрассуден, говорит Гозлан, и так естественно, по самой природе своей, был существом всеобъемлющим. Он не хотел иметь дело с каким-нибудь отдельным фактом. для него этот факт связан был с другим фактом, а тот другой из тысячи других. Все, что он писал, статьи, книги, романы, драмы, комедии, было только предисловием к тому, что он рассчитывал написать. И потому он мог сказать о своей жизни то же, что говорил о каждом своем произведении. Она была лишь предисловием к его жизни. Охота за сокровищем была для него только эпизодом в его поисках Абсолюта. В Жарди Жизнь терпима лишь при условии, что ты всегда отстраняешься от нее. Гестав Флабер Абсолюта.